Уважаемые гости редакции, хочу сразу поблагодарить вас за то, что приняли участие в нашем круглом столе. Он посвящен актуальной проблеме. Я думаю, вопросы проведения единого государственного экзамена волнует очень много. Ответов на них пока нет, но во всяком случае мы попытаемся сегодня на крайнюю часть этих вопросов постараться ответить. И я хочу представить сегодняшних участников для тех, кто смотрит нашу телетрансляцию. Это Гамзалов Магомед Аблатипович, директор РЦОИ, это Республиканц-Центр обработки информации. Гасанов Кадьяторшин, проектор Тагестанского технического университета. Бизиро Санетков, главный учитель математики средней школы Магар-18 Магачкалы. Бизиро Санетков, главный учитель математики средней школы Магачкалы. Тагестанского регионального отделения НКПР. Я думаю, что мы построим работу и вопросы будут строиться, исходя из той логики, которая связана сейчас с поведением выпускника школ. Сейчас он думает и сейчас он должен получить информацию, как будет проходить в этом году Единый государственный экзамен. Как мы знаем, правила все время менялись. И, наверное, мы попросим сейчас Магомеда Аблатиповича проинформировать о том, что не поменялось в правилах или нет. Добрый день. В 2013 году принципиальных изменений в плане проведения Единого государственного экзамена нет. Есть некоторые такие мелкие моменты, которые не касаются выпускников, не касаются учителей. Все, как проводилось, а в принципе в этом году так оно и осталось. То есть, согласно расписанию уже Министерства образования и науки, экзамены начнутся 27 мая и пойдут в том же уровне, как и в прошлые годы. Но хочу отметить, что с 2014 года появляются грандиозные перемены в плане проведения Единого государственного экзамена. Там есть сейчас работают над проектом создания независимых центров, скажем так, условно проведения экзамена от федерального подчинения. Есть там предложения по вопросам проведения ЕГЭ, начиная с сентября месяца по мая, в том числе и не только ЕГЭ, и государственного экзамена 29 класса. И даже вузовские испытания, выпускные испытания в этом плане. И, естественно, в самой форме проведения тоже намечаются такие, как нам объяснили в Москве, главарные изменения. Но пока это в проекте, поэтому озвучивайте, говорите. Пока не стоит. Пока подождем. Пока подождем, может быть, поменяется, поэтому мы будем в ситуации. Вот. Я хотел Ларису Насимову сейчас попросить о том, сколько выпускников примерно будет сдавать, видимо, по экзаменам, сколько примерно планируется. И, может быть, вы нам скажете, может быть, есть какие-то тенденции сейчас, допустим, я заметил, что в прошлом году число сдавших, сдававших там общесознание, допустим, уменьшилось. Может, по каким-то предметам увеличилось. Ну, я, видимо, в процентном соотношении, если какие-то цифры есть, озвучьте, пожалуйста. Значит, в прошлом году у нас более 29 тысяч выпускников сдавали ЕГЭ. В принципе, практически так же будет и в этом году. Но с учетом того, что там не только у нас выпускники нынешнего года сдают, у нас могут, имея право, принимать участие в этой июньской волне. И учащиеся, и студенты, учреждения начального образования, среднего образования, а также выпускники прошлых лет. То есть все те, кто успел подать заявление до 1 марта и попасть в базу, в региональную базу дам. Значит, пределы вот так, где-то 28 тысяч, у нас опять будет. У нас, да, тенденция увеличения сдающих экзаменов по выбору, это, как обычно, химия, биология, ну и общество знаний было. В этом году, вот, я не знаю, база выпадывается, у нас еще какие-то там коррективы вносятся, насколько будут в этом году востребованы те же самые предметы. Но думаю, что химия и биология также останутся наиболее востребованными церквами. Ну и, как вы знаете, два экзамена, русская математика, это обязательная МКПЛОЗа для получения аттестата, это будут давать все, а все остальные экзамены, это уже по выбору детей. Не могу сейчас сказать, что, но я думаю, что также химия и биология останется наиболее востребованной. Это связано, опять же, с тем, что большинство хотят поступать? Совершенно верно, медакадемия, медицинские поздравные учреждения. Понятно. Спасибо. Спасибо. Вот сколько будет центров приема? То есть это увеличивается, помещается, будет пункт управлять? А? Пункты, да, пункты приема. Пункт проведения экзаменов. Да, пункт проведения экзаменов, точнее, да, спасибо. 129 пунктов. Как было, так и есть. Это по всей республике 129? Да, 129. 129, потому что надо было, если в этом году 129. Осталось также, 129. То же, конечно, почти то же самое детей сдающих. Угу. 129. Понятно. Заявки для общественного контроля уже принимаете? Уже, да. Понятно. В прошлом году общественный контроль удалось, как у нас ждет? Общественные наблюдатели, да? Да, общественные наблюдатели. Я бы, наверное, тоже хотела. Вот вы знаете, сегодня хорошо, что мы собрались. Это просто замечательно. Мы приехали. Почему? Потому что, наверное, все мы, и в том числе пресса, председатель пресса, должны стать по одну сторону баррикадой. Потому что мы с тобой поругаем, да, ЕГЭ. Вот мы, я говорю уже как представители Минобора, мы за то, чтобы в конце концов был пряток на ЕГЭ. И вот как раз таки, если бы общественные наблюдатели работали, были задействованы вот так, как должны, в соответствии с положением, для нас это была бы огромная помощь. Вот, например, в прошлом году у нас было 110 общественных наблюдателей. 110. Это хоть какая-то сила, учитывая, что у нас такая большая республика, у нас 129 пунктов, да, огромная территория. Нас, работниками, естественно, все не хватает. Мы хотим, чтобы нам помогали, прежде всего, именно общественные наблюдатели. Вот эти 110 человек, которые зарегистрировались, которые были аккредитованы, которые взяли выставление общественных наблюдателей, которые выезжали на пункты на экзамен. К сожалению, ни один общественный наблюдатель не представил нам факты нарушения в ходе проведения ЕГЭ. Нам представили акты. Вот у нас в прошлом году была бонесозна рабочая группа, куда вошли 122 работника прокуратуры, ФСБ и МВД. Вот от них мы получали какие-то акты о том, где были нарушения. И мы сразу, поскольку руководит вообще ходом проведения ЕГЭ, руководит ГЭК, Государственная Конституционная Комиссия, которую возглавляет первый заместитель председателя правительства Республики Дагестан. Весь ход проведения ЕГЭ находится под контролем именно ГЭКу. Все решения принимаются на ГЭКе, все решается именно так. Так вот, к сожалению, только вот эти рабочие группы нам представляли акты, на которые мы мгновенно реагировали. Мы представляли на ГЭК, и уже ГЭК, соответственно, решал, что делать по тем или иным нарушениям. А если бы вот эти 110 наблюдателей, которые у нас были, хотя бы по одному факту, наверняка же были нарушения, но не верим, что не было нарушений. Если бы каждый из них хотя бы один какой-то акт нам представил, мы бы, наверное, тоже среагировали. Вот это хочется. И поэтому мы просим всегда, вот мы в этом году уже вывесили, уже две недели, как висит положение об общественном наблюдении. Мы вывесили образец бланка заявления. Мы очень просим, мы хотим, чтобы к нам пришли, зарегистрировались, получили аппетитацию общественного наблюдателя, который бы нам помогли в проведении порядка на пунктах проведения ЕГЭ. Вот это для нас самое главное. Общественного наблюдателя – это мощная сила. И чем будет их больше, по положению в истории больше одного наблюдателя не должно быть. Но если у нас хотя бы в пункте по два-три наблюдателя будет, для нас это уже будет помощь. Здесь хотелось бы отметить, что не только наблюдатели, но и уполномоченные представители. Есть такая категория участников ЕГЭ, которые у нас в Ростовиканском центре получают экзаменационный материал, выезжают в пункты проведения экзаменов, которые говорили, что 129 по ЕГЭ и 129 класса. И хочу отметить, что это все у нас представители высших учебных заведений. Естественно, кроме общественного наблюдателя, их функция – соблюдение порядка закона в пункте проведения экзамена, в деле проведения самой экзамена, согласно нормативному правовому документу. Но, к сожалению, хочется отметить, что сегодня это далеко не так. Сегодня люди, которые выезжают, чтобы соблюсти порядок, чтобы контролировать. А исходя из чего я это говорю, в день экзамена, после проведения экзамена к нам, обратно выезжают уже с экзаменационным материалом. Мы принимаем, вплоть до последнего человека, хоть до утра следующего дня, ждем приемщика, чтобы принять этот материал, и потом обработать и отправить в Москву. Но, к сожалению, мы приготовили отчеты типовые, в которых есть статистические данные, плюс анализы экзамена. Но хочу отметить, что практически 99% отчетов пустые. То есть, это говорит о том, что в пунктах проведения экзамена все проходит идеально. Я боюсь этого слова «идеальности», когда мы все знаем, что происходит. То есть, мы хотим помощи, на самом деле, чтобы и уполномоченные представители, и общественные наблюдатели. Мы просим дать нам анализы, в этом набег предоставим, чтобы приняли решение. У нас сегодня все. Спасибо. Со стороны проекторов, со стороны представителей Компартии, есть ли замечания по этому поводу? Вот поэтому, по поводу вашего участия в медицине. Мне можно прокомментировать, что действительно общественная должна участвовать в проведении. И они должны смотреть, телевидение должно там быть. Там вот были раньше вот эти камеры, которые были вывещены у меня, вот участок избирательный при выборе президента. Ну, да как-то их возобновить, чтобы, как говорится, обеспечить определенный порядок. Евгений, это не такое уж плохое дело, которое было задумано. Только его неправильное, его обращенно, его, как говорится, применяемое. С другой стороны, вот каждый вуз представляет определенное количество своих лучших общественных, это уже полномоченное. Вот в прошлом году, значит, с технического университета было представлено 40 человек. Они прошли обучение, они прошли экзамены на знания, процедуры проведения. Но я скажу, были отмечены ГЭКом республиканским, двое, которые вот как раз таки представили материал, где были нарушения. Есть такие, все не так безнадежно. Можно подавать людей, можно сделать порядок. Присутствие представителей правоохранительного, что она выиграла определенную роль. Ну, не всегда, конечно, 100% обеспечивали. Надо определенно, как говорится, меры осмысливать и применить в этой системе. Что-то вот прошло хорошо. В связи с этим еще вопрос, точно так же, как на выборах были камеры. Да, я хотела добавить. Обсуждалась эта тема в прошлом году тоже, как в этом переводили. Я вот хотела добавить, по-моему, хотел бы хорошо говорить. Дело в том, что в аудитории у нас, в общем, у нас человек должен сидеть. И, в принципе, временно исполняющий обязанности президента тоже озвучил это поручение. И мы в соответствии с этим, мы направили уже письмо к правительству Республики Дагестан с просьбой. Мы обозначили сумму. Обозначили у нас, получается, 2690 аудиторий, которые нужно снабдить этими камерами. Ну, понятно, собирать прочее. То есть 35 миллионов рублей нам нужно для того, чтобы действительно оснастить все наши аудитории видеокамерами. Мы этого очень хотим. Если Республика нам выделит эти деньги, я думаю, это тоже будет в помощь нам при проведении убед, чтобы не было нарушений. Поэтому мы это уже сделали, мы ждем. Понятно. В общем, правительстве. Хоть письмо, мне будет, я напишу. Да, да. Можно, да? Да, понятно. А вот мне интересно, когда вы говорите о том, чтобы поставить камеру, о том, чтобы, ну, такое тотальное наблюдение сделать, о психологическом состоянии детей, кто его думает? Ну, что камера как-то с ним психологически на ребенка может повлиять? Честно говоря, да. Потому что я лично, я всегда общаюсь в основном с детьми, я смотрю со стороны детей всегда. И дети очень боятся ЕГЭ. Реально очень боятся ЕГЭ. И реально бывает, что дети теряют сознание, они плохо становятся, как с трясущими руками, когда они забывают вообще, что изучают. Я с вами согласна. Можно? Я тогда отвечу на ваш вопрос. В аудитории, где дети с ДОЭК ЕГЭ, находятся всего два организатора. И больше никого. Всего лишь два организатора. Ну, если есть общественный наблюдатель. И больше никого. Вот если эти два организатора, о них мы не говорим, мы говорили об полномоченных, мы говорили об общественном наблюдателе, мы говорили о том, что уходит ли ППФ, должны быть порядочные люди. И вот организаторы, которых готовит муниципалитет. Муниципальные органы готовят. У нас более 6 тысяч организаторов. Да? Их готовят. Они точно так же сдают зачеты, тестируют их. Если вот эти два организатора в аудитории будут добросовестно выполнять свое, а это не значит, чтобы была тишина, чтобы был уют, никто не заносил, не выносил эти работы. Я уверяю вас, вот эти две камеры, которые будут наверху, малюсенькие, вот никакого психологического действия на наших детишек не производят. Потому что я видела сама, что делают эти организаторы. Вот это, вот об этом говорить надо. Но не о камере, я думаю. Честно говоря, если с этой позиции, то это очень положительное. Потому что я сама часто, очень часто разговаривала с людьми, и очень часто слышала о том, что организаторы просто некоторых детей там доводят реально до... А в этом я вам говорю. А камеры, я не думаю, что у нас... Ну, через все камеры, это очень хорошая идея, на мой взгляд. Потому что, если честно, будет проводиться ЕГЭ, то дети, которые реально добросовестно занимаются, только выиграют это. Совершенно верно. Мы за тех детей, которые сами пишут. И когда соседу выносят, заносят и мешают вот этому ребенку, который может реально сам получить балл, вот мы бережаем за этих детей. Понимаете? И поэтому это зависит от, опять-таки, организатора, руководителя ППР, нашего полномочия, общественного дата. Мы вот этого хотим. Дело в том, что вопрос камер, он не только вопрос субъекта Республики Дагестана, это вопрос в целом всей России. В этом году в подавляющее большинство субъектов закупили камеру и устанавливают во всех авториях. А кто будет интересно проверять работу, ну, работу камер? То есть, имейте в виду, осматривать материал, все. Кто будет осматривать? Это же второй вопрос. Это уже второй вопрос. Мы уже посмотрим, нам дадут деньги сначала на это или нет, а там-то мы поработаем вопрос. Мы еще хотели, если можно, еще добавлю. Мы в прошлом году уже, для чего, для того, чтобы, ну, хоть как-то, да, влияние такое, мы что-то сделали? Мы рекомендовали всем муниципальным органам управления. Потому что на выборах, вы помните, да, все есть металлоискатели. Мы поручали, что после выборов осталось, будьте добры, на пункты ставьте, там, где нет вот этих стационарных, какие-то ручные. Потому что нам, я сама свидетель, наши дети выносят по 5-7 телефонов. А ведь сегодня самый большой бич, понимаете, самый большой бич на экзамене – это телефоны. Сегодня-то эти навороченные телефоны, вы прекрасно знаете, которые помогают нашим детям послать ММС и прочее. Если у нас не будет телефонов, уже снимется, ну, я не знаю, процентов 70 проблем на пунктах, это снимется однозначно. Вот. Но не везде, не во всех районах, к сожалению, были выполнены наши рекомендации. Ну, это тоже. Да, для прозрачности, что мы еще делаем? Ведь у нас камеры установлены в ЦОИ, в тех аудиториях, где идет проверка части. Во всех помещениях установлены. Проверка под камерой? Конечно. Выставлены везде. А где-то выведены эти только... Вот, Магедов, Далтихович скажет. Они выведены, вот именно в мой, сейчас данный момент, мой кабинет, а там как штат, там сидят и работники прокуратуры, ПСБ, МВД, медиат, смотра. Кроме тех, которых вы еще в АОКЕРах находятся, скажем, работники и министерства образования, и работники тех, которые проводят в органах, кроме этого, еще оттуда по камерам можно наблюдать какие-то нарушения. У нас в прошлом году на всех экзаменах в ЦОИ с утра и до вечера присутствовали работники провокации. Работа. А можно еще вопрос? А вот вы не считаете, что будет эффективнее, если сами же директора школ и сами же преподаватели школ будут заинтересованы, как-то их так заинтересовать, чтобы действительно ученики, которые хорошо обучаются, отлично, действительно могли сдать экзамен, а те ученики, которые не обучаются, не помогать им. Ну, то есть, они... А чем? Я не поняла. Вопросы на вопрос, нефициально, наверное, на законодательстве. Чем заинтересованы? Чем заинтересованы? Не понятен вопрос. Ну, как можно мотивировать на то, что... Ну, ты членник на секунду. Да, клубляем. Потому что, получается, в принципе, это палка от двух концов. Говорят о том, чтобы не было каких-то подособок в регистраторах, при этом сами же... Одной рукой говорим, одной рукой делаем. Ваше предложение заключается в том, чтобы хорошие детей освобождать от ЕГЭ? Нет. Мое предложение заключается в том, чтобы работать с директорами непосредственно учителями школ, в которых проводятся экзамены, чтобы не было подсосовых результатов. Потому что для нас, как для центра... Вы понимаете, есть положение, федеральное положение проведения ЕГЭ, в соответствии с которым мы должны работать. Я здесь делаю о другом, можно ответить на этот вопрос. Дело в том, что как подействовать на директоров и учителей этой школы? Вы знаете как? На сегодня приходится констатировать факт, что учитель вместо того, чтобы... Как оно есть, да? Вместо того, чтобы на уроки дать детям это, они на экзамен идут и помогают детям. Надо, в первую очередь, психику директоров, директоров, учителей психику лечить. Понимаете? Вот я пример приведу, когда мы проводим занятия с руководителем пункта, мы в центре проводим, согласно Рашвитингу ГЭК, да? И когда мы с ним... Они мне постоянно задают один и тот же вопрос. Маганин Аблатеевич, скажите, пожалуйста, а если мы проведем все, согласно закону, какой же результат будет? Это очень интересный вопрос, да? Если так сделать, ну я отвечаю одинаково. Привожу пример. Если человек заболел, и он знает, что ему надо лечиться, в конце концов, если он не обратится к врачу, это плохо кончится. И сегодня мы знаем, что это болезнь, скажем, в образовании. И если мы не начнем когда-то, как в соседней республике, да, в Чечне, у нас это плохо кончится. Поэтому я считаю, что у нас будет право, надо, чтобы скрывается учителей, директоров, и надо скрывать по полномочиям, правоохранительных органов, все, которые находятся в общественном порядке, чтобы вместе взялись, им один год пусть это будет. Никого не допускать, дети пусть пишут, плохо, но пусть сами пишут, и мы увидим реальную картину. И на этом уже дальше строим. Я вот хотела, как учитель, да, тоже вот, вот у меня сейчас внутри все так, знаете, реакция такая, и кипит, да. И вы знаете, если бы я проводила бы ЕГЭ, лучше учителя, никто еще никогда не знает, кто на что способен. Всех тех детей, ну для чего вот идея ЕГЭ такая была? Чтобы эти дети имели, возможно, те, которые учатся, пойти дальше, помочь им поступить в высшее учебное заведение и действительно получить нормальное, хорошее дальше образование. Вот эти дети, которые учатся слабо, которые не проходят вот это даже минимум того уровня, да, я бы это на ЕГЭ не пустила бы. Они бы сдавали бы в школу, пошли бы туда на ЕГЭ только те дети, которые хотят дальше учиться, действительно, у которых есть знания. Вы даже не представляете наш адский труд учителя. Вот особенно больше всего попадается у совета и математика. Только так проверяют. Математика, русский язык, математика, русский язык. Начиная с пятого класса у нас часы по математике, по программе уменьшили на единицу. Хемия, вот старший класс, что такое один час на химию, один час на физику. Эти предметы, хемия, физика, математика, они все взаимосвязаны. Там, где что-то не дадал учитель математики, там может дать учитель физики. Но нету. И представляете, в каких условиях мы находимся. И потом, когда мы ругаем ученика, вот с пятого класса он не учится, да, мы его тянем. Он все равно свое место в жизни найдет, куда его выкинуть. Он может быть где-то с кем-то еще свяжется. Мы понимаем, мы этих детей с собой несем до конца, до того, чтобы они закончили эту школу. Вот. Ну а потом получается, тот ученик, который учился, он сдает хуже, чем тот, который вообще ничего не делал. И потом они подходят после экзамена и говорят, а вы знаете, я столько баллов сделал. И думаешь, для чего тогда ты столько его ругала, и как ты вот так вот работала, да что этот сдал лучше. Вот мы, прежде всего, учителя за то, чтобы было объективно. И камеры ставьте. Вот насчет того, что они психологические. Вот у нас психологи в школе, они каждый год проводят уровень тревожности детей. С каждым годом уровень тревожности меньше. Мы просто поражаемся. Дети уже не переживают за это и вы. Больше всего уровень тревожности было в самом начале, когда только только ЕГЭ начиналось. Вот тогда чувствовалось, что дети, они и по репетиторам, и хотели что-то знать. А сейчас 20% учеников, они не ходят к репетиторам. Они только идут те, которым надо поступать за пределы ресурсовики. А уровень тревожности этих детей нас вообще поражает. Все меньше и меньше. Потому что это все уже легло на плечи родителей. Родители решают все. Как они просто. И еще, вот сейчас в 11 классе, мы просто учителя все возмущенные, допустим, да. В 11 классе дети начинают уезжать в село. В середине года класс сокращается. В этом году у нас сократился 1 десятый класс. Это было где-то в октябре месяце. Я осталась, допустим, у меня был 10 класс. Я осталась, я потеряла 5 часов на пуске. Второе полугодие у меня еще 11 класс был. И опять класс сократился. И опять. И по сей день. Почему вот наши службы, да, городской управление и так далее. Почему разрешают этим ученикам в 11 классе уезжать и сдавать ЕГЭ в село. На самом деле, не все ученики в селах, они здесь ходят, они ходят и по репетиторам, но они считаются, что они учатся где-то в селе. Я, как главное, спасибо, можно я скажу. Во-первых, я более 20 лет простояла за учительским столом. И я, как никто другой, я филолог, я знаю труд филолога. Мне это настолько близко и знакомо, что я недалеко оторвалась от этого. Я хочу вам, знаете, что сказать. Вот вы главное перешли к тому, о чем, что самое важное сегодня в проблеме ЕГЭ. Я вам скажу. У нас ЕГЭ будет проходить тогда нормально, как положено, когда самосознание наших родителей, наконец-таки, наконец-таки, придет к тому, что моему ребенку нужно получить знание. Не пойти, найти педагога, который скажет, сегодня уже заказывают, ты мне напиши на 90 баллов и на 99 баллов. А когда он скажет своему родному, а ну-ка ты, чата мое, ты сегодня получаешь 90 баллов, это же не факт. Завтра мы уже видим, он вылетает из этих вузов, потому что у него здесь ничего нет. Сегодня многие родители, это плюс, осознают, что уже не нужно просто покупать баллы. Они понимают, что нужно ребенка отдавать тем же репетиторам. Я знаю, поскольку сама была учителем, у меня много друзей, коллег, учителей. Сегодня хороший учитель настолько востребован, что в сентябре вы уже не найдете хорошего репетитора своему ребенку. Правильно я говорю? Правильно. Значит, это так. Сегодня репетитор... Они не согласятся. Нет, 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 это так. Они согласятся с вами, они согласятся. Лучше в мае искать. Совершенно, вот. Я же знаю, что я говорю. Хороший репетитор сегодня очень востребован. Почему? Потому что, наконец-таки, часть родителей осознают, что все-таки в голове у наших детей что-то должно быть, чтобы не просто купить, а просто больно работать. Далее. Вот изначально, изначально родители раз, которые должны вбивать своему ребенку, да, что тебе нужно знание. Второе. Учителя, наши дорогие учителя, которые должны. Когда ли только-только изначально был ЕГЭ, мы потеряли, знаете, где этот ЕГЭ? Вот как-то, первые годы мы думали, шикарная, идеальная идея. Мы заставим тех же родителей понимать, что, ага, нужно учиться. Мы заставим детей понимать, что нужно учиться. И мы покажем учителю, что его труд, он будет виден, вот он. Но мы упустили. И почему на экзаменах сегодня безобразие кто творит? К сожалению, наши учителя. Кто заносит и выносит? Учителя. Кто пишет? Учителя. Вот это больно, потому что, получается, соучастники этих безобразий наши. Я знаю, вы скажете, что учителей заставляют угадать директора. И это я знаю. Почему сегодня из Махачкала, я даже представила, чтобы это внизу, массовый отток. Вы посмотрите, мы в прошлом году проводили анализ. Сколько? Это же не правило. Полторы тысячи детей выезжают из Махачкалы. Мы в прошлом году провели анализ, в какие районы. Не просто, а провели, в какие районы отбывают. Мы выявили эти территории, самые мощные. И сегодня, в этом году повторяется, территорию у меня есть. Мы дали эти территории нашим правоохранительным органам. Мы сказали, ребята, езжайте, вот туда езжайте, вот вам где простор. Почему сегодня вы правильно поставили вопрос? Почему управление образованием так попустительски относится к тому, что ученики свободно выезжают в 10-11 классе? Это неправильно. Когда-то Миноборг жестко держал это в руках. Мы держали, мы не разрешали выезжать в 10. И вдруг, когда кто-то оказался, я не знаю, то ли родственники там, законодатели, то ли кто, нам прокуратура написала такое письмо, что мы не имеем права запрещать детям приезжать, что мы нарушаем конституцию, нарушаем права человека и все остальное. Сегодня мы единственное, что слабо попытались сказать, ну хотя бы давайте, вы там живете или не живете? Запросто, что такое привести сегодня прописку, что я прописан в селе? Прописывают спокойно в селе, и вы правильно говорите. Мы на всех совещаниях начальникам говорили. Вы отследите, ваши дети взяли якобы документы, а они болтаются по Махачкале и никуда не выезжают. Вот это вопрос тоже. Поэтому если мы... Мишман, да, пожалуйста, представь, вы только представьте, пожалуйста. Да, региональный общественный фонд Саграталь, и работаю в автодорожном институте, обладатель. Я когда шел сюда, сегодня я думал, полный зал здесь будет, и место здесь смует. Мне просто интересно сегодня, почему такие именно представители определенных вызов и сами укладители лицой, почему не уполномоченные, почему не общественные наблюдатели. Ну просто сваливают на них сегодня, да, полномоченных, общественных, они делают должен контроль на них и так далее. Но у меня по мере того, что возникли вопросы, потому что я сам был уполномочен три года. Я ездил в многие районы, видел картину. Последнее, ну, один из последних поездок у меня был у них. Ну, роды, район, честно говоря. Это не должно было быть, но Камалу Гаджимура содействовал, но Магомед Аблатилович тоже поддержал. В принципе, вот руководители, что говорят сегодня на акты, вот принесите акты, мы будем принимать меры и так далее. У меня было три акта оттуда, конкретных три акта. Я выгонял помощницу, руководителя непосредственно проведения ППЭ. Я абсолютно никаких мерок не принимал и так далее. Вы знаете, после этого, после как выгнал я его руководителя, помощницы именно, руководителя, директора Уборской школы, еще нарушителя, еще одного организатора, после этого, я дал полчаса ребятам, в ЦОИ я позвонил, детям полчаса больше времени. Настолько они отдышались, настолько спокойно прошла экзамен, да, и все были довольны. И мне угрожали там, что оттуда вот ты не выйдешь и так далее. Мне все глипцы были благодарны. А сегодня я вижу, честно говоря, что, ну, я, может быть, в прошлом году у меня так получалось, что я не сдал первый экзамен, а вторую пересдачу на третий, я не попадал. Абсолютно мне непонятно сегодня проведение по намоченным экзаменом той же в ЦОИ, как она проводится. Потому что там выпадают более порядочные люди оттуда вот, со списка. И я больше считал, человек я не нужен, наверное, в этой отрасли, я больше не пошел туда. И мне, насколько интересно было, я хотел принимать не в других районах, хотя бы в своем районе ГУНИПе, это с Галаловым Каджимрадом, по крайней мере, у нас был такой проект, но не хотят, наверное, оттуда не люди, и я на кого-то список. Да, пожалуйста, конечно, Петербург. Да, только представьте, я подлинный... Гаджи Габалов. Автодорожный институт. Я отвечу непосредственно фактами на эти вопросы. Дело в том, что по представленным актам лично я ездил в ГУНИПский район, в Севогу НИП, встречался с помощником, встречался с руководителем. Зовут их Эльмира Барьяд. Барьяд. Барьяд Джахпар. Да, Джахпар, начальник управления образования. Не знаю, Джахпар, начальник управления уже не работает, не знаю, из-за чего это уже какой... Это сам, но я лично разговаривал с ним в прокуратуре ГУНИПского района, присутствует прокурора Камиля Альева. И хочу отметить, что эти люди после этого не попали больше на ЕГЭ. В принципе, документально это все оформлено. То есть, говорить так о восстановлении, что не были приняты акты, я уверяю вас, что я очень редко выезжаю, но из-за этих фактов в ГУНИПский район, которые на самом деле носили место, очень дерзкие моменты. Я выехал сам, разбирался именно в прокуратуре. Прокуратура тоже подготовила материал. Дальше, что прокуратура провела, не знаю, потому что им нужный времени было. Но люди, именно о том, о ком вы говорите, они были отстранены от ЕГЭ, и на сегодня их там нет уже второй год. Это первое. Второе, насчет уполномочных представителей, как проходит обучение. Ну, в принципе, вы были 2-3 года, вы прекрасно знаете, и отодорожный институт, и технический университет, и аграрный университет, все они проходят обучение у нас, все проходят и стерлинные компьютеры. Могу провести цифрами факты, да, вот этого года. Как, кто выпадает, кто не выпадает. Есть компьютеры на сегодня, пожалуйста, тесты. Любой человек может любой день придать, включить программу, сядьте за программу. Если вот, например, один вопрос, не положение о проведении ЕГЭ, можете это показать нам. То есть, такого нет. И здесь же хочу отметить, что есть определенное количество баллов, которые нужно набрать. В Минобразовании Республики было установлено из 40 вопросов, за 40 минут, которые идет ответ, 37 баллов. Потом опустили планку до 35. Но, коллеги, давайте сегодня проанализируем. Если человек идет в пункт проведения экзамена, такого дела, как ЕГЭ, очень трудного, очень такого, который сегодня мы знаем, как проходит, если человек даже на 35 простых вопросов, кто должен в пункте находиться, вот вопрос среди некоторых, кто имеет право, чем должен заниматься общественным наблюдателем, какие права есть у Павла Моченова, в каких ситуациях там удаляется участник, какие акты составляют форму. Ну, извините, вот такие вопросы, которые даже первый раз кто-то слышит, сто процентов уверен, что это должны знать. Когда на эти вопросы не отвечают, извините, 35 баллов не набирают. Естественно, это указание Министерства образования не пропускает. То есть, а в этом году всего по республике было заявлено, вот вузами, как хотят, рассчитывающиеся, рождены на Министерство образования, были предоставлены, мы сюда письмо пишем на имя руководства вуза, ну, предлагаем 50 человек, кто меньше, кто больше, как предоставляют нам, и уверенно, и думаю, что они из лучших, скажем, представителей, да. Было всего, значит, предоставлено нам где-то 400 человек всеми вузами, осень вуза в этом году. Из них прошло около 240. То есть, я хочу отметить, что на самом деле есть такой отсек, но мы не можем никак согласиться с тем, что если человек азы пройдения и гигантизнает, из-за количества гоняться, я понимаю, что человек принципиальный, но когда в пункте пройдения какой-то акт он не может составлять, и то, что я говорил, отчеты, да, когда я думаю, что право, представитель вуза технического университета в прошлом году в Кайтакском районе акт составило, отняли телефон и так далее. А мы же все знаем, что телефоны пользуются почти везде. А где же эти акты, кроме представителей технического университета, а почему? В Гунирском районе, что не пользовались? Пользовались. Я знаю, там мои родственники тоже живут. А где же эти акты, что они пользуются? Так нет их. Вот с чего надо начать. Поэтому я хочу сказать, не с того, чтобы, да, вот это принципиально ставим, значит, принципиально всем надо вместе бороться в данном вопросе. Ну, в виде вопроса, только коллективная ответственность и коллективная безответственность, и, к сожалению, к сожалению, может быть. Первое, я хотел уточнить, все-таки стимул преподавателя есть ли кто-нибудь? Вы просто оплачиваете им зарплату, что они участвуют в проведении ЕГЭ? Или как? Или никаких стимулов нет? Может быть, они пойдут так спустя рукава и относятся, и, может быть, специально, даже сознательно делают ошибки, чтобы попасть в этот список. Возможно. Подождите, пускай оплатят. Университет не оплачивает за работу в качестве, по-моему, еще много. Он дверцой какие-то часы оплачивает. Командировочные, выездные и так далее. Может быть, там снял отчасти ничего? Нет, тоже не отчасти. Плану очень нет. Поезд, пара снял, как бы, это самое, которое поступало, но очень нет. Вот мы оплачиваем председателям комиссии и экспертов, что я еще пробовал. эксперты, которые проверяют. Проверяют, конечно, да, потому что все все люди не проводят. Только поездку они оплачивают на месте. И все, да? То есть, вы не можете... Смотрите, как это. Поездка... Подождите, Эдуард Кайлович, смотрите. Я понимаю, может быть, это не ваши доработки, не ваши личности. мне доработок нет. Выезжают на машину, их довозят и привозят. питание организовывают. А что еще нужно? Они только с утра до обеда там находятся. А что еще нужно? А в этот день они освобождаются с вуза и заплата идет. И заплата идет. И заплата за этот день оплачивается? А вообще понятно. Ну, коллеги, я здесь хочу отметить следующее. Мы, как бы, на ЕГЕ все сосредоточились. А за ЕГЕ что происходит? Вот посмотрите. В среднем вузах приблизительно 40% от 7. С первого по пятый курс. С ЕГЕ они с хорошими придутся. Конечно, прошу. Давайте это на следующем этапе мы перейдем. Подойдем. Просто я, честно говоря, не думал, что вот этот первый этап. У нас действительно сразу выявится столько проблем. А я сейчас, секундочку, вот я обещал слово к Азбеку Игоревичу. Да, я вот, действительно, я не знаю, первый или второй этап обсуждения. Но вот здесь вот взаимные упреки, там вот технические вопросы, как надо обеспечить достоверность результатов. Я вот был на съезде учителей истории, да, в Москве, как в составе делегации нашей дагестанской. В делегацию ходили учителя истории, они высказывали, говорили о такой проблеме, о качестве измерителей на экзамене. А, ну да, вот как раз вопрос, который я хотел перейти. Да, качестве измерителей. Они очень резко критиковали, в частности, вот учителя истории, общества знаний, это очень востребованные предметы тоже, что вот эти измерители, они составляются людьми, которые далеки от школы. Они не знают специфику школы, возрастные особенности, учащихся и так далее. есть такой вот, я бы сказал, яростью, критикой. Это в декабре буквально и вот сейчас я могу закончить? Моё там было текущий раз произнесло. Мысль, закончу я своих, да? И там они даже предлагали создать специальную комиссию экспертную, числа учителей, чтобы вот эти измерители, учителя тоже посмотрели, значит, и дали им оценку, возможно ли их запускать или нет. И даже такие, знаете, радикальные взгляды там были, они говорили так, зачем проводить ЕГЭ по истории. Надо, чтобы дети могли связанно выражать свои мысли, свои идеи. Иначе мы... То же самое по литературе? Да, мы формируем гражданскую идентичность детей. Мы отвечаем за патриотическое воспитание. Мы хотим это всё показать на славную примеру этой истории, а всё упирается вот в знания хронологии, там вот методом тыка и так далее, и так далее. Вот такие проблемы, они тоже, знаете, вот очень серьезные эти проблемы, я так считаю, и вот многие учителя говорили о том, что, ну почему бы хотя бы вот эти два предмета вот в традиционной форме не проводить. Давайте, может быть, нам, Морёдор Владимирович, пояснить немножечко. Ну, по измерителям, скажем так, над измерителями на единогосторственный экзамен, так и на государственные трубы соцветных классов, ГИА, мы так называемые, работает Федеральный институт педагогических измерений. Не, я в качестве информации, может быть, на самом деле, это проблема российского масштаба. Я понял. На совещании в Москве вопрос... Давайте более конкретно перетворировать, вот что-нибудь представители, говорится на сайте, тоже скажите. Вот я, например, когда там мой ребенок сдавал, я, например, следил и видел, что ЕГЭ, которые, допустим, я осенью покупал для подготовки, потом я все-таки посмотрел сам, по некоторым предметам, в которых я хорошо разбираюсь, посмотрел, как они поменялось, не поменялось, причем внимательно следил по интернету, что нового, так сказать, вот в этих КИМах, так называемых, контрольно-измерительных приборов, что нового, как они меняются, потому что там буквально каждый нюанс есть, ты говоришься, тем более за хорошие баллы, для того, чтобы поступить в центральный вуз еще, тем более, за каждый баллок, каждая мелочь играет значение. Поэтому я хотел спросить, есть что-нибудь продвижение в этом процессе, то есть были подключены новые эксперты, в КИМах какие-нибудь совершат, нет? Я в другой год под руководством ФИПИ работает модельный эксперты. Вы получили комплектные образцы на этот год, что-нибудь заметили, разницу между прошлым годом и этим годом? Ну, мы, скажем так, в КИМах мы не контролируем, как бы, а то, чтобы говорить издание. Ну, это предметники, мы издание, если вы не заметили, ничего. Ну, это предсажарение предметников. Ну, мы обычно готовим детей, мы покупаем вот тут. Готовы тоже, да, образцы, образцы, да. Да, разных авторов, где-то там и ошибки есть, где-то там... Ну, вот издательства, разное, два и добавили, две задачи вообще не решаемые, практически. Есть такие... Где вообще со знаниями? Да, да, там, например, задание Ц8, если раньше оно должно было просто быть правильным, ну, общество знания же это не точный предмет. То есть... Это было последнее или Ц10 последнее, да? Нет, Ц9 последнее. То есть, если то раньше любой правильный ответ был правильным, то сейчас правильный ответ должен быть похож на их правильный ответ. И это практически очень, ну, почти невозможно сделать. То есть, дается какое-то событие, которое может иметь много интерпретаций, да? Да, да, да. Много нюансов, и можно и так, и так... Ну, получается, ученик должен угадать и повнять ту интерпретацию, которую подразумевает составитель этого КИМа, да? Да, да. Взять, например, ну, к примеру, информационное общество, да? В некоторых книгах оно называется постиндустриальное, да? В некоторых информационных. Или, например, плановая экономика. В некоторых учебниках она называется команда административная, в некоторых тоталитарная экономика. И вот мы должны именно понять, вернее, как-то мысленно войти в мозг того, кто составлял ответ, короче, да? И второе задание, тоже интересное об обществознании появилось, тоже практически вообще нерешаемое, ну, никак не в Б5-е. Это невозможно попасть, только можно случайно попасть туда. А там какого? Перекрестные вот эти вот, где надо соединить, так сказать, два предложения или что? Не-не-не, выбрать оценка суждения. Там тоже, ну, это я по обществознанию могу сказать, я думаю, что каждый интересный, но это с одной стороны. С другой стороны, я считаю, что вот по поводу того, что эти предметы должны приниматься индивидуально, я против, потому что, мне кажется, когда есть один стандарт, к чему уже можно каждый ученик в России и знает, к чему ему готовиться, как готовиться и примерно знает, какие будут вопросы, это будет проще для ученика, да? Понятно, то есть вы отвергаете варианты вообще отказа от этих, но все-таки считаете, что есть возможность так их усовершенствовать, чтобы они более-менее адекватно отражали это в обороне знаний и в обороне понимания? Показывать экспертам именно, допустим, вопрос правовой надо юристам показывать, а не тем, кто составляет, ну, здесь всякие, Лобезников, Лудковский, они, мне кажется, не могут быть специалистами по 30 дисциплинам, а именно надо показывать каждый вопрос узкому специалисту и не одному желанию. Ну, просто для информации я не скажу одну вещь, что в Федеральном институте медицинского избирения есть горячая линия, на которую как раз специалисты, математики, общество знания могут обратиться по интернету, по телефону, обратиться, внести предложение и они работают с этим. Если вы не обращались, у меня совет, на самом деле, предложить другим обращайтесь, именно в общество знаний, они готовы это все. Я хотел бы вот относительно заявления репетитора, да, были вот такие высказывания учителей, они вообще говорят, надо отменить предметы общества знаний. Почему? Потому что там есть блок, модуль экономика, модуль права. Они говорят, мы не специалисты по экономике, мы не специалисты по экономике. Сделайте предмет общества ведения, отдельная экономика, отдельная права. Поэтому, конечно, готовят учителей трудно готовить детей к этим. 30-40 дисциплин, я считал, примерно, по обществу знаний. Да. Начиная там от культурологии, памятологии, и так далее. Психология, философия, все вместе. Ну, и под направлением зрительного материала тоже я добавлю, что если у нас государственные стандарты, так называемые по всем предметам, естественно, мы хотим того или иного должны обучать детей согласно этим стандартам. Поэтому активны, ну, я весь мир, они соответствуют достаточно стандартам. Можно я вот добавлю то, что Лариса Аннисимовна и Магомеда Болотипович начали эту тему поднимать, то, что вот общество, да, у нас такое, что само себя обманывает, выбирая между занятиями, допустим, и какими-то левыми путями. Ну, мне кажется, как один сказал, да, никакие законы не помогут, если общество никуда не годится, да, но с другой стороны, мне кажется, нужна политическая воля какая-то, которая очень, ну, вот в том году, например, уже почувствовалось, что порядок ЕГЭ начал наводиться, по крайней мере, в Махачкале, особенно на второй волне, да, вообще было все закрыто, и очень даже честно, так проходил экзамен, я даже, честно говоря, ну, порадовался. На второй волне нам было легче, было мало пунктов, и мы своими силами, два пункта, и мы своими силами перекрыли, нам там было легко. И я хочу сказать, что вот пример соседнего региона, Грузии, да, ну, я вот, занимаюсь ЕГЭ, и интересуюсь, как в разных странах это все проходит, там тоже есть ЕГЭ, и первый год тоже начались, ну, в Грузии все-таки страна с похожим на Дагестан менталитетом, первый же год несколько человек просто лет на 10 осадили. И, причем, на всю республику два или три центра, вот как только что говорилось, да, где можно стать ЕГЭ. Компты, да, и кроме вот, кроме бутылки с водой, ничего нельзя с собой взять на экзамен. Даже ручку, она не дает свою. Для разрядки, я скажу, где мы перекрыли Риевскую волну, наши дети, мы вообще молодцы, у них поображение богатое. Телефон мы даже обнаружили, потому что мы перекрыли, здорово. И когда Раис не плачет, говорит охраннику, у меня дитё болеет, диабет, надо перекусить, булочку, пожалуйста. Им отдавали булочку, а потом обнаружили булочке телефон. мобильный. В общем, сейчас 8 обязательных ЕГЭ там, и люди сидят, из библиотек не вылазят, да, и они знают, что, и репетиторы заняты, с утра дают. А ведь не только Грузия, такой же хороший опыт, есть, что говорить, Краснодар, вот могу сказать, великолепный, политический, вы замечательные слова сказали, политическая воля, вот смогли в Краснодаре, вот. Понятно, политическая воля, да, в этом вообще, кто-то должен, как бы, столкнуть, я вот сейчас вот пока вот рассказывали, выдумал. Это очень просто, что закрыть. что закрыть, да, но в Турции пошли на то, что вообще сделали там тысячный какой-то зал, и со всей страны привозят туда, правда, это, в течение месяца, там, или полтора, 30, или сзади, на фонусах привозят, не будет там жестко, подавляет все, традиционно это, так сказать, подавляет. Мы, Горное государство, в котором много гор, и Дагестан тоже представитель, Судинского района, возить в Махачкару, не имею право. А вот то, что вот в начале я говорил, слушал, по очереди, по очереди. Да, ну, телевизор не надо. А вот то, что в начале я говорил про создание независимых центров, очень, я заинтересовался этим, вот мне заинтересовался, мне интересно стало. Смотрите, как, во-первых, экзамены проводятся с сентября по мае, предлагаю. По заявлению детей, одни стеклассники могут заявление писать еще в сентябре, в октябре, и несколько разовая сессия. И второе, что центры, здания, уже не школы, федерального значения помещения, здания, которого субъекта федерации, центральная в Махачкале, имеется, субъект федерации имеет право открывать свои эти субъекты федерации, как бы на двух, трех местах, еще по республике. И там организаторы, не учителя. Вот как раз-таки коллеги говорят, что там вода будет, там будет все то, что необходимо, и там внутри люди будут, которые не заинтересованы, чтобы дети были знания, учителей не будут. Там люди будут, скорее всего, боюсь, конечно, говорить, что не заинтересованы другом ни в чем, и тогда уже объективность появится. И сегодня надо уже, когда мы получили эту информацию, задуматься и республике тоже. А в ровне, если в следующем году вот это ведут, а в 2014 году хотят ввести очень много новостей, картижи, результаты новых доступных. И еще, извиняюсь, какая у них особенность, человек может сдавать сколько угодно раз в течение вот этого полугода учебного, первый раз бесплатно сдает, а потом, ну, сколько это стоит, оплатите пошлину. Допустим, я не выучил какое-нибудь задание, я могу пойти с репетитором позаниматься, выучить его, научиться решать, в следующий раз я сдам на более высокий балл. И у меня за год будет три попытки, пять попыток, да, я смогу свободно в любой день прийти. Это рациональное предложение. Да, и без проблем. То есть, дать несколько раз возможностей. Это может, если не, в Грузии может быть хорошо, но для Дагестана, но то, что мы увидим сегодня, несколько раз дать право, если мы... Сейчас в любом случае, значит, контроль, ну, надеяться, будет усиливаться, будет проявлена, может быть, политическая воля. Это с одной стороны. С другой стороны, вот эта вот общественная потребность, как бы, в том, чтобы, вот мы, не сформулилим. Дагестане, к сожалению, действительно, получились искаженные какие-то представления. Люди считают, что можно не учиться всю жизнь, можно пропортизировать, проехаться за чужой счет, всю жизнь идти так по дороге, так сказать. Да, вот, к сожалению, вот эту стереотипу многих дагестанцев он глубоко так настолько засел, что он отравляет остальные жизни, остальным здоровым, так сказать, здоровой части общества, которое хочет жить вот именно по всем тем же законам, которые живут нормальным обществом, других обществом нормальных сообществ. Вот, ну, поэтому нам остается, наверное, все-таки предупредить, как бы, еще, это особенно остро проявляется в том, что часть все-таки пытается поступать в соседние регионы или же центральные вузы. И там все это становится, как бы, все ставится на свои места, извините за внимание. Поэтому, если человек, который хочет добиться серьезного, нормального успеха, жизненного успеха, именно личного, жизненного успеха, он должен все-таки ориентироваться на то, что, если он не вырвут всех каких-то знаний и качеств каких-то, то не о чем рассчитывать. Если он, конечно, может прожить, как я просто от одного молодого человека, как амеба, или не знаю как, тогда другое дело, конечно. А если он хочет чувствовать себя, получить соответствующий социальный статус и нормальное уважение окружающим, то у него в голове что-то должно быть, извините за выражение. ну, пока, к сожалению, мы так можем призвать, конечно, и предупредить, что, в принципе, все общество, весь мир не надвижется к этому, вот на тех вопросах, о которых вы говорили. Я не надобавлю. Можно еще, да, вот такая проблема, ЕГЭ выставил такую проблему, значит, вот закон образования, третья статья, новая редакция, там говорится о принципах государственной политики, принцип доступности образования. Вот мы сейчас говорим, репетиторы, вот центр репетиторов, вы же бесплатно не обучаете, правильно? Есть у нас... Вот, а если ребенок из малой ученики, а если ребенок из малой ученики, а если ребенок из малой ученики, из малой ученики, нет, нет, здесь не о коммунистическом подходе речь, из малообеспеченной семьи, то есть унижается возможность подготовиться и успешно сдать ЕГЭ. Нет. За хорошими учителями выстраивается шлейф желающих университетов. Каждой группе два человека... Мне это страшно, дайте миссию мою захочет, я вас прошу. Значит, я к чему веду? Во-первых, надо готовить хороших учителей, надо их поддерживать, чтобы эти учителя, все учителя могли достойно готовить детей к сдаче ЕГЭ. Не отдельные группы учителей, а все учителя. Тогда отходят необходимость в репетиторстве. Тогда родители не нужны будут выплачивать деньги за обучение. И так далее. Это серьезная порога. Учителей приглашали сюда представителей Дагестанского государственного педагогического университета, но они отказались, к сожалению, прийти сюда. Некоторые партии тоже не нашли времени, так скажем, что тоже очень печально, но я думаю, что здесь участников достаточно, чтобы проблемы отзывались. Ну, я хочу проблему, или же это? По поводу учителей, например, я очень часто бываю в школах, и все школы, Махачкарин, Каспийский вокруг, я прекрасно знаю. Я вам скажу, что в школах остались практически на 80-90% те же самые учителя, что и при Советском Союзе, ну, там трудились так. И вот Саня Капфома, например, не даст соврать, что вот честно сказать, вот мы проводим тестирование со своими учениками. Приходит какой-нибудь 16-летний парень, который недавно только вот со школьной парты, и его мама приходит, или папа приходит, или в двое втроем они приходят, и говорит, дайте нам тоже тесты порешать, которые 20 лет назад школу закончили, 25 лет назад в советское время. Те же самые учителя их учили. Мама и папа пишут, 4 или 5, иногда 3, чаще всего ребенок пишет 2. Ну, оценка твоя. То есть в этом году, мы потестировали около 500 человек, из них, может быть, одна, две, тройки, может быть, четверых вообще не было. То есть диктант из 100 слов в среднем человек пишет с 30 ошибок в Махачкале. Это, ну, я считаю, но это, я считаю, это не учителей вина, а вот как Саня Капфома сказал, это вина программ, потому что нельзя оставить химию, нельзя оставить физику, математику по одному часу. Ввели физкультуру, национальные языки, это надо, конечно, но нельзя те экзамены, те предметы, по которым будут экзамены, по которым реально нужны, литературу почти убрали, да, это нужно. Я понял, Роберт Анатолий Вольфович, я как раз хотел перейти к следующему вопросу. Читеря сами немного из той программы. Хорошо, я понял. Я как раз хотел попросить, и специально пригласил Саня Капфома, чтобы она нам все-таки рассказала, насколько сейчас учебная как бы программа, ну, я не знаю, конечно, это, наверное, слишком далекий вопрос там о стандартах, так не всегда, это слишком отдельная тема, наверное, может быть, но все-таки вот насколько вы считаете те часы, которые закладываются, ну, позволяют ученику подготовиться вот к такой специфической форме экзамена, как Игорь? Во-первых, у наших детей какие-то другие ценности появились. Может быть, тогда вот люди и хотели учиться, а сейчас вот по моему классу, я знаю, с каждым годом вроде дети хорошие, даже класс такой был созданный, собрали всех отличников в пятом классе со всех классов и сделали один такой вот класс. Вот я смотрю, у них нету стимула даже у этих детей, и мне бывает даже страшно иногда от того, что вот они, было 10 отличников, вот сейчас в восьмом классе ни одного отличника нет, хотя, ну, нету стимула, я не знаю, или вот это все наше общество, то, что даже заканчивает высшее учебное заведение, и у них работы нет. Может быть, дома родители говорят, а что, мы вот выучились, а работы нет, как мы живем, вот это, и второе, этот интернет, вот как у них телефоны появляются, да, это тоже, это как бич, это вообще вот, поэтому вот это вот мешает, а программа старших классов, вот именно, когда надо готовить к игры, вот старших классов, на 10-11 классах, два часа алгебры и два часа геометрии, вот дают по одному часу еще как час для подготовки к игры, но как можно к такому экзамену готовиться, вот в течение, а классы переполненные, по 30 человек, вот наша одна учительница, она уехала в Москву, математик, вот она рассказывает, математика делится на группы, и там два учителя, геометрия тоже на группы, тоже делится, если 24 ученика в классе, класс закрывает, не открывает, вот в этом году у нас так и было, 10 класс закрыли, но если уже свыше 25 учеников, учителя уже должна быть доплата, а доплаты никогда не бывает, и 30, и больше 30 учеников, и сейчас по новым технологиям, все время говорят о том, что, и мы это знаем, что надо учить детей по-другому, индивидуальный подход, траекторию этой индивидуальной работы надо показывать, но если 30 учеников сидят, нам это не всегда удается, если было бы, вот по группам они были, конечно подход был бы более такой, и это индивидуально работы больше качественно можно было проводить, вот. Ну понятно, то есть получается, все подводится к тому, что репетиторы тогда нужны. Репетиторы обязательно нужны. Понятно. Обязательно. Хотя для тех детей, которые хотят... Я уже не согласна, что обязательно при этом нужна репетитор. Нет, я имею в виду, ну как бы желательно, не обязательно, не обязательно. Конечно, если есть возможность, если есть желание, если родитель увидит, что это надо, может быть, да, но я просто хочу сказать, я бываю, вы знаете, я бываю во многих школах, я вижу многих детей и учителей, уверяю вас, есть такие учителя, у которых просто посиди на руках, занимайся в течение 11 лет, но тебе никакой репетитор не нужен. Словица Натяновна, ну та же проблема, которую я уже обозначала, кстати, вот, вот, речь была о том, что балласты, в 10-11 классы много приходят. Вот при советские времена, значит, с, ну там, 8-10 было, сейчас 9-11, да, ну скажем, после 9-го класса, ну, 10-11 шли, максимум 50, я даже знаю, что, по-моему, 30-40 процентов, да, из них, даже из выпускников, допустим, 11-ых классов, поступало, допустим, я даже статистикой занимался, один, одно время, максимум 15-20, максимум процентов выпускников, от всех выпускников, поступали в высшие учебные заведения. Сейчас ситуация такая, по-моему, что не 80 процентов продолжает учебу в 10-11 классах, потом, значит, из них поступает 70-80 процентов поступает в ВУЗы. То есть сама система, получается, она в 120. Это опять вот то, о чем я говорила, знаете, вы так хорошо сказали, это вот менталитет, нашего народа, наших родителей, почему-то у нас, ведь действительно, я сама училась, советская школа, моя школа, тогда, вот мой класс, я вспоминаю, тогда же не было вот этого массового, все должны идти в ВУЗы, да, тогда определялись, вот я учусь, мне надо, сегодня почему-то у родителей, вот даже в маршрутке, ты едешь и слышишь разговоры, а, я своему ребенку, он не хочет учиться, я его в село отправляю, он не хочет ничего, я ему его сделаю, я договорилась уже там, в каком-то ВУЗе ему сделать, то есть атрибутика, что у моего ребенка, а не важно, а его надо, не надо учиться, что у него должно быть высшее образование, вот они все и тянут, это опять, опять, пока самосознания наших родителей не будет, если моему ребенку надо, он учится, не только потому, что у него была корочка, да, ну понятно, но на самом деле, это самообман, почему, потому что он не вытягивает, он заканчивает ВУЗ, абы как, допустим, и потом все равно идет, либо продавцом работает, либо в лучшем случае, потом идет обувь, значит, щит начинает, или не знаю, даже парикмахеры с высшим образованием у нас есть, и, так сказать, вот, хорошо, если не медик, а есть еще, медик, это отдельная тема, что не лечит, а калечит. Можно еще? Просто вот, мне кажется, что все-таки нужно ввести в образование, чтобы психологи работали над мотивацией детей, мотивацией к обучению, потому что дети, по идее, в 10-11 лет, хотя бы примерно, должны знать, кем они будут, куда они хотят, к чему они должны стремиться, но дети, которые даже приходят к нам уже в 11 классе, мы говорим, куда вы хотите поступить, я не знаю, мама говорит на экономическом. Но это профориентация к роману, да, профориентация к роману. Это практически одно из самых важных вещей, потому что тогда ребенок может понять уже в 10-11 лет, может понять, нужно ему это высшее образование, или не нужно, может он чего-то другого хочет добиться. Потом и с родителями также должен работать, и психолог. Я, например, знаю на примере своей дочери. Уровень, что это просто необыкновенно. Сегодня дети всех школ города Косоверка за год, начиная, во-первых, их сначала тестируют, с 7-го класса они уже проходят, кто куда, по-вторых раз. С 9-го, 10-го, 11-го класса они в год по несколько раз проходят тестирование, они с гуманитарной академией, онлайн режим. И они до ЕГЭ настолько великолепно уже владеют всем этим, они выходят с ЕГЭ, они вот там никаких проблем на ЕГЭ не бывают. Они идут спокойно на ЕГЭ, и они выходят с ЕГЭ, с того, что говорят, да, боже мой, это ерунда, то, что было. Сегодня эти школы, дети спокойно общаются в онлайн режиме с Голландией, Пакистаном, и прочее, прочее. Вот там проф работы есть. То есть, где работает система образования, наверное, это и есть. Вы правильно говорите? Хорошая вещь проф, традиционная работа. И в Хасабюрте никаких проблем психологических у детей нет, потому что они завиды с 9 класса столько раз за их силы. Нет, подождите, а как это достигать? Я не понял совсем, что это? Связь с этим... Они заключили, вот смотрите, какие мы у вас... Они заключили соглашение с гуманитарной академией, которая находится... И у них так есть база? База, они на базе этой академии проводят... Пакистационное обучение, если что-то, да? Даже учителя, учителя проходят тестирование, там, у них прям по декаду. Но это как-то стимул, стимул какие-то инфекции, и учителя совершенствуют... Совершенно верно. Более того, вот буквально там недавно была, вот когда, вот о политической воле, да, когда руководство муниципалитета обращает внимание на образование, вот совсем недавно я была, случайно мы там оказались, и город Хасабюрт занял второе место среди муниципалитетов, какой-то резкий там был, и 800 с лишним... В общем, почти миллион они выиграли, и какая-то там доля приходилась на то, чтобы это на стимулирование, ну, поощрение каких-то людей. И глава администрации полностью весь этот актив денег передал, сказал, это все учителям, работникам детских садов. То есть стимулируют учителей в Хасабюрте, стимул там есть, там поэтому РУС есть, и поэтому вот там налажена профориционная работа, и там у детей никаких проблем, ни психологически, никакого плана, сдачи ЕГЭ нет. Вот есть же у нас в Дагестане... Знаете, вот этот пример по Хасабюрте, он не должен быть единичным примером. Дело в том, дело в том, что наша школа переходит на профильное обучение. На профильное обучение. То есть, скажем, уже около 4 школы в Дагестане занимаются в том, в виде профильного... А что это профильное обучение? Это углубленное изучение плюс элективный... То есть ребенок уже социализируется, то есть он выбирает какую-то профессию, и будет он дальше заниматься. У него будет своя такая индивидуальная образовательная траектория, и он будет выбирать прикрыты, и, естественно, будет готовиться к ЕГЭ для того, чтобы успешно это все сдать. И вот стандарты для средней школы, они уже узаконены, но еще мы не начали их рассчитывать. Правильно? Они как раз и рассчитаны на то, что школа будет профильной. Мы должны к этому школу готовить. Ну, понятно. Понятно. Ну, раньше у нас были учебные кабинеты всевозможные, где обучали и давали какие-то профессии такие рабочие специальности. Сейчас, правда, у нас школа больше, так сказать, тоже с уклоном экономическим, юридическим. Ну, это тоже, опять же. Ну, вообще говоря, это более общая проблема, конечно, общественных потребностей, и вот как бы то, что общество, вот этот запрос, который выбрасывают, и, к сожалению, общая ситуация, правосознание, сытание правосознания, наверное, оно серьезно влияет, к сожалению, на родителей, и через родителей перейдутся детям. Да, да, да. У меня один вопрос, дорогой, как раз, и ксомняту Калфанову, да, сегодня у нас очень большая проблема со средним специальным учебным заведением. Да. Ведь было время, когда у нас в КТУ были заполнены, было время, когда колледжи всякие, когда мы училищем, технику, они были заполнены. Да. Сегодня мы, когда в центре смотрим, для поступления в эти колледжи, тот же технический, да, и тогда по техническим колледжам, там 2-3 человека сдают документы. То есть к нам на ЕГЭ, остальные, так как выйдут, идет недобор, не учатся дети. А вот вопрос тогда к учителям, и математике в том числе, в 10-11 классах, это что, получается, вы объективно ставите оценки, и они заканчивают школу, то, что вы говорили, 80%, или же, хотя бы таким образом, у нас же основная школа 9 классов, обязала, конечно, больше 9 класса, что они куда-то уйдут после 9 класса. Мы не должны, мы, почему мы не должны работать над тем, после 9 класса, понять, что дальше, вот, допустим, та же самая математика, я тоже могу, вот анализ начинается с 10-11, понятно, что из 100% детей, ну, 60% и то не могут с анализом, да, до интеграла и т.д. не могут, а почему тогда вы не отсеиваете? Это, конечно, не решение, но хотя вот так, и вы поможете и среднеспециальным, сегодня элементарно, посмотрите, я извиняюсь, где у нас, откуда сварщики, откуда плотники, где маляры, профессионалы, их практически оставят те, которые были. вы, по-моему, соседу должны своему задать этот вопрос, а не сын, нет, как раз. как раз мы в девятый класс в прошлом году выпускали, и там были такие ученики, которые заняты спортом, которые для них ничего особо и не нужны, но мы же, как мы к ним и привыкаем, куда ребенка деть, как говорится, у меня родители тоже были педагоги, отец вот математик, мама была русоведом, пилологом, и всегда у них тоже такое вот спор было, а отец, он всегда говорит, они всегда свое место в жизни найдут. И вот такие вот дети, вот мы приглашаем родителей, мы говорим, им в десятом классе они его не смогут сдать, у них нету этой базы, которую они могли бы хотя бы даже на тройку сдать. Мы вас всех просим, вот, даем вам возможность, чтобы мы их устроили или в ПТУ, или куда-нибудь дальше, на курсы, на махера. Они даже пишут заявление, что после девятого класса мы забираем ребенка, у всех это заявление. В десятом классе, в сентябре, они все приходят, понимаете? И вот директор, он не может их не принять, это же наши микрорайоны. Дальше десятого не пропускать? Раз они пошли на такой момент? Вот так получается. И чем вот так вот, они с кем-то там свяжутся, с каким-то, может быть, наркоманами, или этими, из этих побуждений, вот мы их опять начинаем вот так вот тянуть. Соответственно, реакция и получается. А можно вот, а если, допустим, вот если так взять в ВУЗ поступать, модно, ну, по молодежному, престижному, модно, ПТУ, СПТУ, это все, ну, как совсем, совсем не модно, так сказать, и не престижно. Почему бы не поднимать тогда престиж самих, вот, СПТУ, ПТУ? И в принципе, когда даже я разговариваю часто с детьми, и когда мне ребенок говорит, я хочу быть парикмахером тем же самым девочкам, а мама и папа упорно утверждают, нет, ты будешь врачом, ты не будешь парикмахером. И когда я говорю, ну, ребенок хочет, она хочет, дайте ей возможность тоже делать то, что она хочет. Это не престижно, сами родители говорят. Кто, что потом они будут говорить, что она парикмахер, что ли? Я говорю, а вдруг он будет самым лучшим стилистом. Аида, это вообще говоря, этот вопрос уходит более такой широкую плоскость, связанную с тем, что мы видим на телеэкранах, какой пропагандируется образ успешного человека. И, к сожалению, это связано... Кстати, ПТУ у нас очень высокий уровень, а вот той подготовки, которую они дают, я... Да, да, да. Очень высокий... Цилист хороший. Идея высокий уровень подготовки. ПТУ, да. Но они сохранили еще какие-то, видимо, старые кадры. Во всяком случае, если он, может быть, теоретических знаний, может быть, больших не получит. Получит. Во всяком случае, и навыки тоже. Ну, может быть, теоретические, старые препараты сохранились, может быть, да, базовые какие-то знания можно получить, да. Но нужно же... Дело в том, что это государственная информационная политика тоже. Я уже, как говорится, и камень несу, и огород тоже кидаю прежний. Ну, дело в том, что не все в наших силах, к сожалению. Попытки, допустим, поменять, особенно на центральных каналах информационную политику поменять, но просто все упирается, как говорится, в стенку, связанную с чисто коммерческими доходами, рекламными доходами этих телекомпаний. И там даже на высоком государственном уровне попытки, так сказать, поменять его существенно не увенчались успехом. Вот вспомните, как саму Владимиру Владимировичу Путину и Дмитрию Анатольевичу Медведеву прямо в упор люди там на встречах разных, народный фронт, там Единая Россия, уже не знаю, какие-то встречи они не проводили. Ну, в упор же говорили, ну, посмотрите, там известные деятели культуры, ну, посмотрите, что творится на телевидении, чему учат наши молодежи и так далее. Ну, вроде бы, да, реакция есть, то, что мы видим, к сожалению, пока еще... Я буквально чуть-чуть добавлю. Вот совсем недавно в том же Хасавюрте мы проводили республиканское мероприятие, большое, хорошее мероприятие, куда пригласили всех начальников муниципалитетного управления, где Хасавюрт показывал, во всех школах одновременно в режиме онлайн шли уроки совместные. Великолепная, да, идея? Да, действительно, да. Мы пригласили все наши каналы. И что в итоге получилось? То есть СМИ нужно... В этот же день шла спецоперация Семендей, всех отправили туда, а наше мероприятие было неинтересно. Вот такой позитив почему-то не хочет телевидение. Да, это это тоже. Ну, это так. Вы мне остались, не знаю, ошибочность. Так, ну, я все-таки в следующую, мы тогда в следующей теме перейдем, может быть, мы к этой теме профориентационной. Мы думали провести еще один круглый стол. Может быть, часть из ваших людей тоже примут участие, но это будет немножко по-другому построенный, как говорится, круглый стол. Сейчас я вот хочу все-таки обратиться к нашим гостям, связанным с репетиторством. Вот, что вы, вот нового, вот как вы работаете с учащимися и вот какие вы видите недостатки, допустим, ну, в системе школьного образования и что вам приходится делать? Каким образом вы активизируете, так сказать, может быть, там, как говорится, учебные склонности или режим самообразования пытаетесь включить вот этого ученика? Какие механизмы? Можете что-нибудь поделиться им? опытом. Что все-таки хорошего вы даете учащителю? В общем, могу сказать, что школа все-таки дает базу, базу, да? Да, базу дает, но из-за того, что, я не знаю, почему так, ну, наверное, так и нужно, системности я не вижу в этой базе, то есть, они, например, ну, возьмем иностранный язык, какое-нибудь правило находят в четвертом классе, потом следующее, в пятом, следующее, в шестом, то, что в четвертом проходили, уже забыли, да, это касается и всех других предметов, мы стараемся в очень сжатой форме и четко, структурированно построить у них заново эту систему, выстроить у них то, что у них есть, и поднатаскать, ну, пример тому, что вообще, ну, возьмем, опять же, иностранный язык, люди, у нас прекрасно знают большое количество слов, и, на мой взгляд, две-три тысячи слов, это достаточно для того, чтобы общаться, они знают, ну, они не могут это связать, потому что грамматику, ну, они в общее, общее, как бы, представление они не получили, у нас же через два-три месяца люди уже говорят, то есть они сами удивляются, вот, а мы научили, да. Да вы какие-то методики другие используете? Университетские методики, в основном. А, университетские методики, то есть уже не школьные, а университетские, да? Да, университетские методики, но мы в основном Это ДГУшные репетиторы, которые из центра международной подготовки, оттуда как бы не открыли. Ничего нового мы не открыли, как бы, да. А с родителями как взаимоотношения складываются? Ну, по-разному складываются. А вот рынок образовательных условий, вот таких вот, как репетиторство, дороже, чем, допустим, в других регионах в Тагестане, или же ниже, или на таком же уровне? Ну, у нас примерно, я так анализировал, у нас примерно такие же цены, как и везде в регионах России, за исключение, там, Москвы и Санкт-Петербург. И очень недорого, например, вот у нас подготовка, целый год, ну, например, общество знает то же самое учить, 10 тысяч рублей, разве это много? И человек получает 80 академических этих часов, да, дополнительных по обществу знаний, вполне может ориентироваться, вполне может решить, в принципе, баллов на 70-80, ребята решают сами. Еще один такой момент есть, что многие дети, которые, когда мы часто ходим в школу, мы часто предлагаем наши услуги и на родительских собраниях, зачастую бывает такой момент, когда дети изъявляют желание прийти к нам обучаться, преподаватель начинает говорить, ну, этот двоечник, этот троечник, за него лучше не браться. Понимаете, вот, и я даже самым преподавателям говорю, у вас просто очень, уже вот к этому человеку такой вот стереотип, предвзятость, что он двоечник. И эти дети, когда приходят к нам, у нас начинается обучение, вот по математике начинается с таблицы умножения, по русскому алфавит начинают практически изучать. И эти дети постепенно, постепенно подтягиваются с двойки, ну, пусть даже с двойки на тройку некоторые, некоторые на четверку, там, в разных, но они постепенно, на них никто не давит. Я всегда говорю, у нас нет здесь ни творчиков, ни троечников. И самое интересное, в школе как-то уже им надоело учиться, да, там, уже 50-20 класс уже не о том думают. А сюда они приходят ежедневно, знают, что они вот по этому расписанию, они занимаются, и у них вообще, да, все другие тоже занимаются этим же самым. Они вот серьезно чувствуются, поскольку родители за них платят деньги, они знают серьезно. Это такой хороший момент, это момент хороший, да. Насчет денег, у нас вот, как мы, мы сказали, двое, один, два, три человека в группе, ну, сироты там, или кто-то, или бывают такие, что мы берем так, да, бесплатно, потому что не возьмем же мы, вот пришла девушка, например, мамы нет, бабы нет, ну, на кого счет выписывать за обучение? Ну, такие у нас занимаются бесплатно, но часто бывает, что именно те, с которых мы, или, допустим, наши родственники, с которых мы деньги не берем, они показывают хуже результат, чем те, которые регулярно, хоть небольшой взнос, но оплачивают, потому что, когда человек денег не оплачивает, он знает, что вот это мое, я должен это взять, да, и выучить. И зачастую даже если есть бабушка, или дедушка, или тетя, или дядя, кто-то вот у сирота, или что-то там есть, которые приходят с ними, мы всегда говорим, говорите детям, что вы оплачиваете за обучение. Это обязательно условие, дети не должны знать, что вы не оплачиваете, это вот обязательно условие. Ну что ж, это, наверное, ну, скажем так, какой-то выход сложившийся ситуацию. Мы не будем, как говорится, сейчас вот, не хочу, как говорится, таких, давать резких оценок. Я понимаю, допустим, что система образования у нас, может быть, ну, в кризисе, но, может быть, в относительном кризисе, там, смягчим, скажем, оценки, потому что, ну, по-разному, разных, как говорится, учебных, наверное, заведений, там, вот, ярлыки не хочу бешить и так далее. Ну, сложившись, наверное, ситуации, репетиторство, наверное, один из выходов, который, наверное, позволяет, действительно, учащимся какую-то, так сказать, самоподготовку обеспечить себе и подготовить к жизни. Поэтому этот институт уже, как говорится, вошел в жизнь, и он, наверное, спрос породил предложение. Да, спрос породил предложение, да. В любом случае, предела совершенства нету, и каждый балл на приемной комиссии может поднять человека. Даже если он идеально все знает, можно же еще знать лучше, так же, приучитывая то, что он, ну, заседает. Но при этом просто хочется еще сказать, что в школах тоже непосредственно есть, даже дети, к нам приходили очень часто дети, которые уже изначально писали на 70-80 баллов, просто преподаватели в школах обучают именно так, причем они не занимались, они просто приходили для того, чтобы чуть-чуть... По уверенности, уверенность приобрести, просто набить руку, как говорится. Вот, и они сами занимались и в школах, и при этом у них такая осознанность, они сами занимались и дома, сами в библиотеки ходят, сами там все сами... То есть более серьезные отношения. Да, и родители им не указывают уже, куда они поступали, они сами знают все. Ну, здесь, наверное, надо ответить, что они с нами не знают, потому что репетиторством занимаются они с теми предметами, которые уже определились. Поэтому они сами знают. Да, прямой интерес есть. Да, выборы, во-первых, во-вторых, здесь хочу отметить, что, так как местные тоже к репетиторам ходят, я знаю ситуацию, в школе, понимаете как, я тоже долго работал в школе, в школе там и слабые дети, там и двоечники, а троечники. У вас, в любом случае, слабых двоечников у вас нет, особенно у репетиторов, отдельно взятых, там все как бы хорошие, и естественно, а у детей какая психика. Там двоечник есть, но все мной думают, что, ну, я и не ботаник, да, как они говорят, но и не двоечник, вот я в середине. А здесь, когда все сильные, а не хочется ему ниже быть, и поэтому он старается. И здесь еще один, просто советик вам, да, вот я с чем столкнулся, не надо готовить детей к балам и к игре. Репетитор не должен ставить задачи, вот столько, 70, 80 баллов, 100 баллов. Вот я столкнулся с этим и хочу сказать, что мой сын, я вижу, что он старается там балами, ему балы не нужны. Я попросил репетитора сделать из него хорошего специалиста, чтобы он мог аналитические мысли, потому что в вузах, согласитесь, что на первом курсе он уже сталкивается не с балами, а реальными предметами, преподавателями, лекциями, где ему приходится головой думать, а не тесты решать. Я как раз хочу перейти к следующему, как говорится, нашему этапу, к следующей группе вопросов и попросить вот Курбанова, Сергея Диловича Аминовича, Сергея Аминовича, расскажите, пожалуйста, вот как вам видится с вашего университета, контингент лучше становится, хуже, более профориентированным, отсек какой вот на первом курсе вынуждены происходят? Сложный вопрос. Конечно, однозначно могу сказать, что хуже с каждым годом. Я уже 40 лет работаю в вузе, и есть возможность отследить, и, к сожалению, ситуация идет все уже и хуже. Ну, это, видимо, связано с общей политикой образования в стране. Если мы раньше ходили в пятерку самых, и наша система образования считалась лучшей, сейчас мы где-то вот месяц назад читал, был в отпуске в Кисловодске, вот раз попалась какая-то где-то, мы там, по-моему, 37-38 место уже называем по реке. То есть мы идем вниз. Ну, это мы видим и на наших абитуриентах, которые к нам поступают, и по тому проценту от сел, которые, естественно, увеличиваются. У нас проблема еще связана с тем, что у нас 60 процентов где-то в среднем, чуть больше, чуть меньше, это бывает сельский контингент наших сел, потому что у нас своя специфика, аграрный вид. И, конечно, когда изначально заводила, значит, идея ЕГЭ разрабатывалась о том, что каждый должен иметь равное право поступать, я считаю, что это уже тогда было неправильно заложено, потому что никогда не сравнишь махачкалийскую школу любую, пускай там с плохой материальной базой, с сельской школой, особенно у нас много сельских школ, которые не имеют даже, скажем так, достаточного количества преподавательского состава, вот, и никогда не сравнишь базу для выдачи этих знаний, это по всей России. Хотя и даже в сельских школах бывают просветы, и отдельные ученики, которые поступали и в Бауманске, и в МГУ, но это единица. А если говорить о среднем, то контингент, конечно, слабее, и никакой равной базы для поступающих сельских и городских контингентов, это, конечно, несравнимо. Вот я сегодня, не планирую, потому что я сегодня был в четырех школах отгонного животноводства, вот наши львовские номера, с утра поехал, потому что было договорено с ними. Заходил в эти классы, в одном семь, девять, одиннадцать учеников, небольшие выпускные классы, беседовал с ними, проблемы ЕГЭ, конечно, общие, как и у всех. А когда спросил у директоров, они говорят, что ваше отношение к ЕГЭ, и вот они сказали, категорически и отрицательно, мы все противники ЕГЭ. Вот, буквально сегодня. С чем связано? Вот, сегодня сказали, десятый, одиннадцатый класс, они только и занимаются подготовкой к ЕГЭ. Наверное, эти люди умудренные, там, вот, всем было за пятьдесят этим директорам школ. И я вспомнил заметку одной газете в «Дагестанской правде». Я ее в свое время вырезал, сегодня приехал с этих школ, как раз двенадцать часов, и думаю, найду эту заметку. Я ее откладывал, потому что я член Республиканской комиссии ЕГЭ, и как-то приходил с этим сталкиваться часто. И вот нашел заметку, значит, нашего президента, вернее, наших, значит, Соединенных Штатов, Обамы. Он в 2010 году выделил 4 миллиарда долларов на то, чтобы ликвидировать ЕГЭ, который вел Буш. 4 миллиарда долларов он попросил, значит, Конгрессу, чтобы выделили именно на это. Почему он пришел к такому выводу? Я бы даже выписал специально, думаю, раз я сегодня сюда иду, я его слова, значит, верну. По всем предметам или по... По ЕГЭ, которое сделало американское образование удобным для умственно отсталок. С таким образованием дальше ехать некуда, вот его слова. И когда... Отменили или нет? А? Да, отменили. Да, и отменили. Но просто на самом деле я задумался над этим вопросом, поскольку вы меня задали. Вопрос, я думаю, вот мы говорим о демократии, мы говорим о свободе там и так далее. Почему бы не дать возможность ученику выпускного класса, если он хочет ЕГЭ сдавать, ну пусть идет сдавать ЕГЭ. Почему он не имеет права выбора? Он хочет пойти сдать, как в Англии делаются, там стоят вот эти автоматы, о которых вы говорите, там, пожалуйста, в любое время заплати, сдавай этому автомату. Он хочет пойти на собеседование и сдать именно преподавателю вуза для того, чтобы пойти там по какой-то специальности. А мы загнали наших выпускников в единую рамку. Вот только ЕГЭ и все. Понимаете, да? И вот поэтому ученики, абитуриенты, которые идут к нам, конечно, очень тяжело. Они пишут безобразно, вот 30 ошибок, да там 50 бывает, там 60. Но он идет с этим баллом, у него ЕГЭ сдано. Но когда мы начинаем с ним заниматься, там же ни один ЕГЭ не должен сдавать. Но мы им вынуждены, потому что это критерий, показатель школы. Все-таки мы говорим о том, что если он, в принципе, тогда что же получается, школа не работает? А он с Сумтинского района, он там все. Какой русский язык? Для него свой язык иностранный, понимаете? Тут проблем очень много, особенно для сельских школ. Тем более у нас их очень много, малочисленные эти сельские школы. Поэтому мы считаем, что вот все-таки не должно быть вот этого единого такого подхода. И как-то надо вот здесь все-таки решать. Я считаю, что вот то, что мы ушли, пришли к вот этому обязательному среднему полному образованию, это была ошибка нашей системы. Потому что она не позволяет нам сейчас на этом уровне отчислять вот этих, о которых вы говорили, 60%, о которых мы знаем, что они никто. Они не могут. Ну для них есть ПТУ, для них есть колледжи, для них есть это. Нынешний закон нам не позволяет. Вот дорога вот эта система. Я позволю себе возразить, а как же лозунги о том, что всеобщее образование, чем выше уровень образования, что это, значит, главный фактор экономического роста, тем более инновационного, в постэнформационном обществе, в информационном обществе и так далее. Лозунг, а то и лозунг. Понимаете, лозунг. Да, здесь же... Так, а еще тогда, если мы отказываемся от единого стандарта, да? Как бы вот это же для чего это? Для чего это стандарта? Как бы, нет, вообще, во-первых, вообще государственный стандарт ведет, да, по учебу обучения, первое. Второе, сам единый госэкзамен, он как бы пытается дифференцировать, да, насколько там, допустим, одновременно можно оценить качество обучения любой школы, допустим, там. Он как бы становится вот таким единым мерилом, да, единым мерилом. Но отказ от этого единого мерила, допустим, но он есть в других сферах. Вот, допустим, сейчас, допустим, предлагает кандидатские диссертации не утверждать через ВАГ, допустим, да, а сделать каждый ВУЗ своей кандидатской диссертацией, да, то есть, получается, игра на престиже ВУЗа на само, на престиже самого ВУЗа или же на каких-то других факторах. То есть, у нас, получается, миллион разных цветов, так скажем, да, растут, а не попытка, вот так сказать, выравнивать. Вот это вот вы предлагаете, да, или как? Нет, я не предлагаю. Стандарт, он должен быть стандартным. Он единый должен быть для себя. Уровень образования определяемый, вот школу он закончил, он должен быть единым. Ну, подожди, в сельской школе, получается, все могут сдать на двойки, ну и поставить тройки, ну, а в городской школе, значит, все могут сдать на четверки, на пятерки, ну и все поставим. Нет, я просто говорю, что стартовые условия для того, чтобы поступать ВУЗ, они очень различные для абитуриента сельской школы и для... Можно, наверное. Вот, поэтому это первое. Второе, что кто нас, кто нас обязывает, вот вы правильно говорили о цифрах, вы статистику приводили правильно, потому что я тоже учился в советской школе, да, вот, а сейчас мы кричим о том, что у нас нет специалистов среднего звена, а кто породил это отсутствие? Наша система же породила, мы же сами ее породили. Посмотрите, сейчас вот мы только что обменим, сменим, ввели бакалавриат, а кому он нужен? Да, мы хотим по-моему, в процессе. А что такое бакалавриат? Это 4 года. А что такое 4 года? Это опять подрубили среднее профессиональное образование. Сейчас мы думаем, зачем ему 4 года учиться в колледже, в техникуме и так далее, когда я лучше пойду в какой-нибудь ВУЗ и получу корочку за эти 4 года, мы уже выше образования. Это что? Это же наша политика, которую мы же сами придумали. Ну, это получается, какие-то бюрократическими конструкциями мы все время пытаемся как бы адаптировать нашу систему, может быть, к экономическим потребностям, но это получается, как всегда. Как видите, черномочный, как всегда. Мы разваливаем свою систему, налаживаем ее четко. Вот, поэтому, опять-таки же была статья, наверное, все читают, я не обществовед, я агромат. Вот, но я читал, что в силиконовой долине, который сейчас, прообласть, который создает у нас осколки, так нам 80% наших ученых, наши подготовлены советской школой. Это колоссальная же цифра, это 80, это не 10, не 20. Вы понимаете, почему они их туда берут? Значит, наша система чего-то учила, а сейчас мы идем вот к этому вот падению, поэтому сейчас мы на 37-м, если будет так идти дальше, наверное, будет уже скоро и 40-й, и 5-й, и 5-й десятки будем. Ничего хорошего мы не знаем. Дело в том, что у нас же еще проблема, какая у нас теперь экономика? У нас вроде бы... Конечно, это и сусловно. ...экономика, там была плавная социалистическая экономика, соответственно, это и сусловно. Здесь связано экономикой, социальной политикой, то есть много очень вопросов. Да, что бы хотели добавить? Можно? Я вот, Сергей Номинович, в принципе, процентов на 90-го согласен, что разваливаются наши науки, образования и так далее. Единственное, я не знаю, какой ЕГЭ было по поводу статьи, которую Обама сказал. Я не знаю в Америке, какой ЕГЭ, но я представляю примерно, какой ЕГЭ там. Но чтобы наше ЕГЭ сдать, это нужно быть не подарком, на высокий балл не каждый сможет сдать. И причем не то, что на таскан, на тест, нужно размышлять, нужно иметь очень гибкие мозги, чтобы это сдать, особенно на высокий балл. Если эта система будет проходить, как она должна проходить по закону, то тех, кто сдаст на высокий балл, будет единицы, и вот только они поступят в ВУЗы. Те, кто не сдаст на высокий балл, они вынуждены будут поступить либо в ВУЗы рангом меньше, либо в техникум или куда-то, если они хотят вообще дальше учиться. Но что касается той системы, которая была до введения ЕГЭ по поводу того, что преподаватели ВУЗов принимали экзамены, мы начинали в 2000 году, пока еще это была система. Я вам скажу, взять экзамены в Политехническом институте, в Университете и в Сельскохозяйственной академии, по математике, это было три разных экзамена. Абсолютно, возьмем общество знаний, это было три разных общества знаний. Вот сейчас я анализировал экзамены у тех ВУЗов, которые остались еще, ну, у есть же там несколько ВУЗов, которые экзамены сами проводят, МГУ, например. Я обществознания преподаю вообще разные вещи. Ну, например, в МГУ это одно, в Санкт-Петербургском университете на юридическом факультете акцент вообще непонятно на какое право, которое, а на другие вещи вообще не уделяет. В экономических ВУЗах такие вещи из макроэкономики спрашивают, я на экономическом факультете учился и не видел таких вещей, до такой степени, а не абитурент. То есть откуда, и без репетиторов точно не обойтись, и откуда у сельского, допустим, человека эти все, ну, как сказать, возможно, то есть возможности абсолютно не будет, ну, лучше, по крайней мере, она не станет. Если будет, чем будет, один общий для всех стандарт, который миллион книг продается, миллион учебников, пожалуйста, занимайся даже сам. Ничего сложного нет? Да, пожалуйста. Я не хочу согласиться с тем, что образование разваливается или проваливается в связи с введением книги. Это вот, когда мы сидим у нас... И не сходи с книгой. Секундочку. Это вот, когда мы сидим у нас в республике, оцениваем годные районы, равнильные некоторые районы, и видим уровень подготовки наших школьников. Это с нашей колокольной такое впечатление создаётся. Есть ребята, которые великолепно учатся в центральных городах, в российских городах. Прекрасно учатся и выходят на международные арены с такими знаниями, что этим ого-гое. Иногда мне, дагестанцу, мне кажется, что... Ну, видимо, раз такие родители, вам так и нужно. Это больно, это обидно. Понимаете? Сейчас родители посылают в вузы абитуриентов за дипломами. Их не надо за дипломами посылать. Их надо посылать за знаниями. И приблизительно, я сейчас вам скажу, что около 40% до 5-го курса не доходят. И вот что происходит, чтобы они не дошли, и там, дорогие, в Махачкале до 5-го курса, чтобы они не дошли? Как плачут за ними родители, как они сами убегают с этих занятий. Мы это прекрасно видим. Поэтому всё же таки есть ещё шансы, хотят потому, что инженерные специальности в последние годы стали престижнее. Люди начали идти на инженерные специальности. Родители начали рекомендовать. Конкурсы хорошие появились в прошлом, позапрошлом, в годах на инженерные специальности. От СЕВ они прекрасно знают, что если они не выдержат первые, по крайней мере, 2-3 года, они уйдут. Мы вот несколько лет назад провели такое с первокурсниками тестирование, провели, повторил те экзамены, которые они сдавали по ЕГЭ. Но больше половины не сдали. Но это не значит, что их надо прогнать. Далее идём шанс. Их надо попытаться, кто идёт навстречу, кто тянется к знаниям. Их надо тянут, и вытягивая их. Иначе, если мы так будем по таким лицелам рассматривать, то всё можно забраковать. Есть прекрасные ребята. Вы не поверите, по физике троих студентов мы послали в Ростов и Новочеркасск. Ну, две недели назад. Личное первое место и командное первое место по физике взяли. У Бауманку послали буквально тоже месяц назад. Принесли вторые, третьи места Бауманку, Московское университет. С Тауроку послали. По Сапрамату взяли первое место. По Сапрамату. И с благодарностью мы приехали. Туда поехал преподаватель молодой и такой человек, и студент. Сейчас как раз мы племянник поехали. Куда? Новочеркасск. Новочеркасск мы послали буквально... Пять месяц. Да. А он вот сельскую школу. Подождите, откуда вы послали? Сельскую школу, да? Нет, вот у вас полетели учиться. А, полетели. На первом професе. Вот в прошлом году мы в меньшей степени, в этом году буквально я вылавливаю, где проходят Олимпиады и засылают туда. Хотя это затратно. Преподаватель надо обязательно послать с нашими лагестанцами. В Казань послали. Сейчас готовим этот... Университет имени Губкина в нефтяной институте. Убежден, что второе, третье место минимум не будет. Есть великолепные ребята, которые прекрасны. Тысячи семьсот работ приготовили в прошлом году на конкурс студенты и молодые преподаватели. Тысячи семьсот работ приготовили. 203 взяли призовые места. Вот МСЕФИА это международный там Казахстан, Украина. А вот все-таки какая-то часть вы сказали приходится вытягивать, тянуть, вы даете шанс. Они не тянут этих сильных студентов как бы в школах происходит? Или получается, что вузовская система как бы сама собой дифференцирует и они как бы друг другу не мешают? Знаете, студентов можно поделить на три части в группе. Часть, которая ничего не надо делать, они будут учиться. Другая часть, пластовая часть, двоечники. Им, как говорят по-русски, ход комната лометища, бесполезна. Есть средняя часть. Первая задача, чтобы эти средние не перетянулись направо к этим двоечникам. И их надо было сюда. И параллельная задача, обрезать этих двоечников, если мы не можем их дальше запустить, отрезать, отправить в другие места, в другие учебные заведения или как-то. И, кстати говоря, отчисленные от нас уходят, вы знаете, сколько разных учебных заведений, в том числе этих филиалов, разных возраций, в республике. Уходят туда учиться, там учатся. Ну, ради Бога, ну, что ж теперь делать? Пускай там учатся. Я буквально за то, что я хочу еще кратко поднемся, я вам скажу, что мы вот в последнее время, кстати, на базе именно политеха нашего проводим олимпиады. Здорово нам они помогают. Великолепна база, так великолепно проходит олимпиада. Так вот, я хочу сказать, что есть смысл того, о чем сейчас говорил Кадя Барашидович. То, что вот профориционная работа и там, потому что сегодня вот проходит через меня ряд заявлений, дети пишут там добавить в базу какой-то экзамен, просят. И меня так радует, когда я вижу часть заявлений пишут добавить в физику. Я знаю, это потенциальные клиенты политеха. И я, например, так радуюсь, что это физика. Физика начинает потихонечку быть востребованной. Это просто замечательно. Это о чем говоришь? Значит, смогли в политехе так выстроить свою работу, что люди понимают, что инженерные специальности могут востребоваться. Ну, какой-то взрыв произошел после того, как уже и Медведев несколько раз сказал, что хватит выпускать от них юристов и экономистов. Ну, это ну, по-техническому все это спасибо большое. Потом пошли какие-то программы, потом наши олигархи начали делать заявление, что им не хватает инженеров там и так далее, и так далее. Ну, какой-то небольшой поворот произошел, я согласен. Но я вам хочу общий вопрос. Тема коррупции, конечно, бесконечная, долгая. Мы сегодня ее обсуждать не будем, так вот и в вузах, и в школах, и так далее. Значит, но я вам хочу один вопрос общий задать, как бы так вот, чтобы вы подумали все и, может быть, многие из вас хотя бы, чтобы сказали об этом. платная система образования, развитие вот системы репетиторства, она уменьшает коррупцию или нет? Уменьшит коррупцию или нет? То есть, фактически, я вам почему говорю? Значит, вот, допустим, возьмем развитые демократические и капиталистические страны, да? Вот они почему-то не, как говорится, не скатились вот в те негативные явления, которые вот мы скатились. Даже страны Восточной Европы, они тоже не скатились. Ну, будем объяснять это там, их небольшой культурой, допустим, там, жизни в рыночных условиях, может быть, условиях демократии. Вот. то есть, мы попытаемся, там вот принцип частной собственности, частного интереса, он как бы так сработал, прием к такой системе, что там более-менее, значит, там неприлично писать диссертацию, там, эту, переписанную, да? Там неприлично, так сказать, покупать дипломы, там неприлично, там, какие-то, вот, как его, за чужой счет, значит, за государственный счет ездить в командировке, покупать даже кубинскую сигару, купил на пару тысяч долларов, все, покинул пост, и так далее. То есть, там, мораль идет вместе с, вместе одновременно, так сказать, с нормальным, здравым смыслом, на одну ногу еще идет. у нас вот эти вот, то есть, я уже не знаю, какие лекарства нужно придумать, вот вы говорите, политическая воля, может, кроме политической воли, вот этот механизм частного интереса, частной собственности, и принцип неприятного, может, он поможет нам, нет? Как вы считаете? У нас же есть механизм частной собственности. Есть, ну как, вот хорошо, вот я же, поэтому, более конкретный вопрос, развитие репетиторства, и развитие платного, полностью переход на платную систему образования, вот как Ливана, вроде бы, займил, сейчас потеряет пост, минимум из-за этого. Как вы считаете? Вот я, держу. Это спасительный, как они, тем более, это не старый, не спасительный. Все образование должно быть государственным. Слова Путина, Владимир Владимирович, он сказал, пока я президент, никакого классного образования не будет. Ну, поэтому, государство должно обеспечить равный доступ к образованию всех слоев населения, бесплатного образования. Это правильный камень, это в Конституции, это в законе образования написано. А если кто-то хочет приобрести дополнительные услуги, платные услуги, это его дело, пожалуйста. Но, вот, вот, есть определенный стандарт, есть определенный минимум, который государство должно обеспечить, вот, чтобы ребенок это все усвоил. Для этого что нужно? Государство должно поддерживать общеобразовательную школу, материально стимулировать труд учителей, поднять социальный статус учителя. Это фундаментальные права человека, чтобы он имел возможность бесплатному доступу к качественному образованию. А все остальное, это... Я прошу прощения, потому что государство должно создать нормальные условия, чтобы в обычной школе ребенок учился хорошо, материально стимулировать учителя, чтобы он был заинтересован, чтобы работать качественно, а самостоятельно. Заниматься не хуже, чем они занимаются. Вот, чтобы у вас было не 25 учеников, а 10 учеников, как она говорит. Вот тогда в этом случае будет все в порядке. Но, вот как раз вот, Гадир Дурашидович вам говорит, что, ну, неэффективно сейчас работает государство, понимаете? Неэффективно, во-первых. Во-вторых, вот вы говорите о равном доступе при коммунизме, я же вам сказал, проценты какие были. и советское государство тоже всех не обеспечило этим высоким качеством образования, и высшим образованием не обеспечило. Ну, нельзя говорить, государство не работает, и пусть дальше работает неэффективно. Надо наоборот, сделать так, чтобы государство работало эффективно. Хорошо. Нет, для того, чтобы государство могло действительно обеспечить качественное образование. Хорошо. Нет, вот в других, в других более развитых странах, допустим, да, в других более старых, есть частный сектор образования, Есть государственный сектор образования. Но даже государственный сектор, они создают различные фонды, через какие-то фонды подпитываются многие университеты. За счет этого увеличивают свой престиж, качество образования повышают. Государственным вузом тоже разрешили так называемый образовывать, да? То есть у вас же тоже есть возможность получать спонсорские деньги? Проблема, мне кажется, не в платности или бесплатности образования. Проблема вообще в самом отношении общества. Нет, ну хорошо. Отношение общества, оно такое, потому что государство попустительски относится к таким вещам. Все понятно. Вот вы обвиняете во всем государство. Хорошо. Обвинили ли? Я власть обвиняю. Обвинили. Все. Не может в данный момент государство вывернуться на изнанку, что ли? Мы можем внутренне вслепотать. Я поэтому могу вот этот механизм запустить, может быть. Он же этот механизм проведет на сколько? Вы знаете, просто к нам приходили очень часто дети с платных школ. Не буду говорить именно о каких. Они знали хуже материалов, чем дети с ним. То есть это не панацейка? Это не панацейка. Нет, не панацейка. Я расскажу. Я расскажу. Все-таки в любом случае моя точка зрения. Я считаю, что говорить о том, что вот все переводить вот на эту стезю, оплачивать, тогда может быть какой-то механизм поможет. Нет. Я считаю, что доступное, бесплатное, качественное образование – это то, что должно быть однозначно. Да, конечно, если какие-то дополнительные такой числой у тебя есть возможности, это тоже хорошо. Но я говорю о том, что бесплатное, доступное, качественное образование у нас в закрепленной конституции должно быть. Нет, я согласен. Да, но нет, это не панацейка. Давайте я подскажу на панцейке. Вот у моей линии такое. Допустим, да, вот, и как я говорю, что почему там ниже, здесь больше, примерно приведу один. Тоже не буду, как, а я так говорю, что какая же частная школа, частная школа – результат. Когда определенный ученик с 1 сентября пошел в школу частную, он идет туда с обычной же школы, правильно? И такой безнадежно оказался этот ученик. Я просто N-ная школа, N-ный ученик, я говорю, не хочу обозначить. И, значит, получат безнадежный ученик. Это то, чтобы на гадке было, которое я знал. И по мере обучения в этой школе вдруг, через после полугодия, он уже стал, уже до четверых дошел. К марту он дошел на пятерки. Он уже был отличным. И что, и пришлось этому ученику перейти в обычную школу по теме, ну, к чему. И что вы думаете? Обычную школу, он стал на тройке учиться. И вот здесь я хочу одно ответить, что оправдывая оплату ученика, частные школы искусственно ставят оценки. Это никто не может не отхазать, потому что мы видим все это. А мы так и делаем. Это первое. Во второе. Вот какой механизм? В принципе, простой. Вот сегодня вопрос к коллегам. У вас в центре обычные учителя работают, которые работают параллельно в школе? У нас были, работали обычные учителя тоже. У нас, да, у нас работают. У вас работают именно в школе. Да, вот теперь вопрос тогда, если работают и в других центрах работают. Эти обычные учителя, вы проверяете, насколько реально и насколько качество они дают знания школам? Мониторим. Там разницы нет, кто вам... Вот именно ошибка ваша, что разницы нет. И сегодня я работаю в школе, я извиняюсь, сегодня я работаю в школе, за 45 минут, может быть, специально не дам тебе знания, чтобы завтра ко мне пришли, и за это я деньги получил. Есть ли стимул для этого? Ну, все понятно. В общем, я прихожу... Поэтому я считаю, да, я даю шуту, секундочку. Поэтому я считаю, прежде чем у репетитора, чтобы ребенок занимался, надо проверить в школу, насколько максимум возможно школа дает. И после этого идти на платное. И репетиторство должно не по учебной программе школы заниматься, а подготовка непосредственно по вузовским программам. Вот они занимаются. Ну, а большинство-то центра, не знаю, вот, мы разговаривали, мы разговаривали по школьным, конечно, а как мы можем помочь? Ну, именно по тем программам. Школьным, это значит, что школа плохо очень. Значит, надо с этими школами разбираться. Нет, где-то, конечно, это имеет место. Иначе не появились бы такие центры и так далее. Есть, да, такие преподаватели, очень часто сталкиваются с такими самолично, которые в классе не дают таких знаний, как нужно. И к ним все, они к нам относятся очень агрессивно, что самое интересное. Потому что они говорят, это все мои ученики, они все оплачивают, они прямо-прямо говорят, они оплачивают все мне за обучение. То есть они ходят к ним, часто обучаются, но в школе они как бы, ну, что я могу им дать 45 минут здесь, там, полтора часа. Ну, как бы, понятно, что там и преподаватели тоже будут. А потому что, Лексона, надо решать вот эти проблемы, которые он обозначил. Во-первых, престижность уровня учителя. Во-вторых, однозначно, работают, ну, не знаю, общественное мнение, вот, ну, самосознание родителей, это 100%. И то, чтобы мы все вместе научили наших детей, вернее, привели их, подвели к тому, что им нужны знания. Вот комплекс мест, понимаете? А потом, это же социально значимые проблемы, вытекающие из всего этого. А вот так вот. Конечно, вот, опять же, с точки зрения здравого смысла, даже удивительно даже, что вот в других странах этот механизм частного интереса, когда ты платишь и требуешь. Раз я тебе плачу, то я с тебя и требую, да. Даже этот механизм у нас, получается, не работает толком. Что касается учебы, что касается, ну, вот, то, что вы говорили, продолжим, у нас нужен только диплом, больше ничего. Причем без разницы, чьей, да, главное, да. Это первое. Второе, вот, просто ради эксперимента давайте, ну, я знаю, что это недостижимо, но давайте проведем ЕГЭ, как по закону должно провести, как оно должно пройти, да. Посмотрите на следующий год, сколько людей будут сидеть в библиотеке, сколько людей будут доставать своих школьных учителей. Научите меня, пожалуйста. Почему не достижимо? А? Почему не достижимо? Ну, идеально это недостижимо. Идеально нет. Хотя бы до 90%. Вот два года назад в соседней республике Чеченская, правильно, и заняло 83-е место среди 83-х субъектов. Очень низкие баллы, зато, вот мы с коллегами общаемся, за эти два года уровень у детей обученности, реальной обученности, увеличился резко. Ну, я, честно говоря, буду только раз, если бы, я и детям говорю, да, придет такое время, на работу будут устраиваться только по знаниям, полностью спрошу. Вот это тоже очень главное, да, симулирование. Вот еще один вопрос представителям грузов. Значит, мне показалось, вот компания 2012, она особенно отчетлива была, 2011, только начало было, массовый отток сильных абитуриентов в центральные грузы и другие регионы. Вот хотел спросить у вас, почувствовали вы это или нет? Ну, к нам отток. Да, то есть средний балл понизился. Потому что средний балл, судя, я здесь, как раз, Лариса Васила, может подскажет, или будет не вернее, ты, точнее скажет. Средний балл, насколько я по двум годам посмотрел, по большому счету небольшие отличия были, да? Да, да, да. Средний балл, да. Два-три предмета увеличились, в большинстве. Близко к российскому, среднероссийскому уровню тоже было, да? Сильно не отличались, да? Два-три предмета. Это даже породило кстафе. Кемия, биология, они в среднем по России, у нас в республике было больше. Мы нас такие обсуждали. Ну, понятно, да, это специфические. Это типа информатики и так далее, они не должны быть докторами. Все хотят быть докторами, да. Но информатика и иностранная намного ниже. Ниже стало, да? Да. А, понятно. Хотя это информатика модная тоже, да? Да, сейчас я могу сказать. Да, отслеживаю сейчас такой большой ряд или небольшой. Ну, средние баллы, а давай им... Средние баллы, вот сейчас вот по этим, по концентрам эффективности 60, что считался нормальным. А по нашему ОЗу 63 балла, 63 целых с чем-то. Так, больше немножко. Когда можно каждому абитуриенту сдать 3 ОЗа на 5 специальностей, 5 ОЗа на 3 специальностей, отследить о том, что... Вот он подал в Москву, он подал там в Санкт-Петербург и так далее. Теряется профильность. Вот проблема не будет. Вот это вот. Фактически раньше знали, куда поступишь. А сейчас у людей как бы... Это такое впечатление, что... И статистику нет, как будто бы туда много ушли. Ну, фактически не ушли, потому что они сдали в том числе в 3 ОЗа Дагестана, 2 ОЗа Москвы. И мы говорим, каждый второй год, куда ты сдал? Он в первую очередь называть, а Москву сдал. Стоп, ну хотя бы 2 года вы можете сравнить точно вот эти 5 ВУЗов. Это правило появилось в 2011 году. Вы можете однозначно сказать, что средние баллы поступающих, средние баллы приема у вас уменьшились или увеличились? Баллы поступающих у нас увеличиваются, но очень мало. На 1-2 баллы? Да, да. На 1-2 баллы. Есть такой средний балл по основному экзамену, средний балл всех. Нет, у них проходил, проходной балл. Мне показалось, что уменьшилось. Нет. Дело в том, что в интернете вымешиваются средние баллы. А в Центральных ВУЗах они увеличились? Есть специальности, где конкурс на одно место 15 человек. Да, 36 человек. Но есть и полтора человека. Есть и полтора человека. И потом еще заявление забирают. И как сравнивать? И потом еще заявление не забирают. Вот, например, дают бюджетных мест 10, а подали 100 человек. Уже 10 мест. Если бюджетный мест 5 или 15, там по-другому. Но есть у нас по инженерной специальности, среднее количество конкурсов, где-то около 3,5-4 человек на одном месте. Ну, и здесь тоже. Они подают конкурс по подаче заявлений. Конкурс здесь по зачислению. И поэтому это точно пощадят. Тем более, сколько много ли уехали в Центральные города, в Ветериндум. Сложно сказать. По крайней мере, я не наблюдаю, что много. Больше уехали в последний год, чем предпоследний год. Были вот последние годы у нас целевой прием. Целевой прием – это от Республики Дагестан, которая направляется. Да туда не всегда и подавали документы. Да, не подавали, не всегда подавали. Да, большинство, ну процентов, скажем так, 20 или 30 приблизительно, подают документы, в том числе в какой-нибудь российской Центральной. Ну и вот, когда спрашиваешь, куда ты подал, он в первую очередь называет Москву. Ему удобнее так, чем говорить там о Москве. Ну, решение этого вопроса, знаете, вот в мою видимость скажу, я хочу призвать к этому вузовских коллег, вообще, в принципе, да, чтобы больше было и аграрный университет, и больше всего, наверное, страдает из-за того, что, как бы, да, вот, и педагогический университет, там, нехватка, на самом деле студентов, приходится в факультете, а ведь нет, а хочу призвать к одному, если мы проведем НИГЭ, вот как я говорил, да, чтобы на уровне, чтобы уполномоченные вместе с нами, вот я в первую очередь готов, да, вот Лариса Института готова, мы только Министерство образования и Центр не смогут, понимаете, вот, а вузы заинтересованы, если мы пройдем жестко, и средний балл по республике упадет резко, эти дети в Центральный не поступят, там рейтинговый балл ниже не станет, а в ваших вузах эти баллы будут проходные, там не будут, и дети никуда не уедут, останутся здесь, и конкурсы будут, и в аграрном, техническом будут вообще бешеные конкурсы, и тогда вот этот отток... А как вы объясните родителям, вот, вы скажете, как говорите, это, сенокосилку поставить? Нет, нет, просто, нет, все же, вот сегодня же мы говорим, извините, мы сегодня говорим о коррупции, о взяточничестве, во-первых, мы... С точки зрения их личных интересов, дело в том, что... Родители? Если сейчас вот родители, вот, вот будут участвовать в этих, как бы сказать, коррупционных схемах, вот, ложь во спасении называется, это ли, или какие-то, называйте, поступки, да, разные даже, вот, оно же в дальнейшем аукается этим молодым, вот, может быть, об этом надо говорить? Нет, оно аукнется, но сегодня мы не должны уже этому поддаваться, если оно в дальнейшем аукнется, сегодня уже мы чувствуем это уже, потому что сегодня на самом деле, хоть хотя бы Рашидович сказал, что образование не развалится, завтра оно развалится вот таким образом. Смотри, да, потому что сегодня уже родители с каждым годом проценту больше и больше, которые не думают о знаниях. Они только думают, где вы найдете человека, чтобы отдать деньги, и чтобы они сдали ЕГЭ, и чтобы они поступали. Ну, это пока есть деньги, а если вы не знаете, а извините, то есть эти, значит, причина в том, что есть деньги, да, поэтому нет, причина в том, что... Нет, 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 нет. Самое интересное в том, что у родителей, родители могут говорить, у меня совсем нет денег, вот там 10 тысяч на общество знания, а потом приходят и говорят, найдите преподавателя за 50 тысяч там, и говорю, у вас же денег не было. Ну, на образование... Это то, о чем мы говорили. То есть они занимают, берут кредиты, чтобы купить, да. В общем, мы считаем, что в первую очередь надо с ним взяться, хотя бы не идеально, но максимум привести в порядок это ЕГЭ. Да. Никто бояться не будет. И когда, и здесь тоже отмечу, про репетиторство, хорошо или плохо, когда ко мне приходят, и в вузы приходят, я знаю, в первую очередь, в школу приходят, к нам приходят, в министерство. Нужны учителя, вот так, чтобы решать задание. Я говорю, у вас много денег? Они говорят, ну, деньги есть, как вы есть, значит, идите, репетитора наймите. Вот эти деньги будут превратиться в мозги ваших детей изданий. И пусть они своими мозгами сдадут экзамены. И будут достойными студентами. Понимаете? И вот тогда мы можем общество вылечить. А так сегодня, на самом деле, конечно, и вузы страдают, и общество у нас страдает. И те доктора, которые, вот, говорят, на самом деле, врач, извините, я не хочу к тому врачу попасть, которые ничего не знают. Блухой специалист, да, потенциальный. Ну что, мы, наверное, все устали уже. Да, в завершение, да. Да, в завершение погоды как раз идем к итогу. Я вот хотела бы от Министерства образования вам выразить благодарность. Вот спасибо вам, потому что вот вы организовали вот этот круглый стол, да. В принципе, я вот себе кое-что записывала, да. Наша цель какая-то, единая цель для того, чтобы в нашей республике прозрачно, объективно проходил ЕГЭ. То, что мы собрались, мы здесь такие знакомые, все родные лица, которые у нас на ГЭКе с нами, вот, учителя наши простые. Нам бы хотелось больше, вот нет сегодня прокуратуры, нет еще кого-то. Хотелось бы, почему больше людей? Мы хотим услышать предложение. Помогите нам, как еще улучшить контроль за проведением ЕГЭ. Дайте нам эти предложения, мы с удовольствием. Поэтому, если можно, на страницах прессы пишите, вот, что мы хотим видеть, чего мы ждем от этих же общественных наблюдателей, чего мы ждем от родителей, от наших учащихся. Вот это хорошо, что мы сегодня поняли, да, это будет где-то освещено. Но, может быть, почаще, побольше и больше круг беседующих. Ну, все понятно. Вам спасибо. Ну, я встречным все-таки, в догонку скажу, что, вот, правильно этот общественник наш, один представитель сказал, что, как говорится, не надо все, как говорится, надежды или нагрузку переносить. Не нагрузку, на сотрудничество. На сотрудничество, да, на сотрудничество согласен. Так, кстати, еще не развито, к сожалению. Поэтому, ну, тут, видимо, в Советском Союзе межведомственный контроль был эффективный. Я даже одному московскому эксперту, который приезжал сюда, Евгений Бонтмахер, наверное, о нем многие все знают, достаточно такой известный товарищ, я его задал, почему тогда этот межведомственный контроль был эффективен. И вы, вроде бы, тоже даже, допустим, там, ну, все-таки отставили какое-то время, вроде бы, либерал, а отставил, там, допустим, такую жесткую президентскую вертикаль, там, и так далее. Я говорю, ну, почему, раз бы вы строили эту вертикаль, почему хотя бы межведомственные контроли не работают? Это же более эффективная вещь. Одна государственная структура делает замечание другой государственной структуры. Хотя бы этот контроль, более серьезный, более контрольный, более, вроде бы, опасаться должны люди, или хотя бы из-за опасений, чтобы попасться, должны, так сказать, более добросовестный наработать. Он тоже не срабатывал, к сожалению, до конца. Поэтому упоминание о политической воле и так далее тоже остается в силе. Спасибо.